Мы ООО «Стелмос-Д». Вода. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Как много в нём отозвалось. Как ни переиначивай классику, она всегда звучит актуально. Действительно, Россия – страна с самыми большими запасами питьевой воды на планете. И здоровье наше, в основном, зависит от своевременного приёма воды. Да-да, не удивляйтесь. Оказывается, мы слишком мало пьём воды. Отсюда избыток сахара и холестерина. И, как следствие, сердечно-сосудистые проблемы, плохой обмен веществ и многое другое. Появляясь на свет, человек на 90% состоит из воды, а к старости – только на 65%. При дефиците воды в организме начинает сгущаться кровь, хуже снабжаются питательными веществами клетки, почти перестают выводиться вредные вещества. Мы закисляемся и заболеваем. Поэтому воду необходимо пить постоянно. Это самый ценный продукт для организма. Но неужели нам способна помочь обычная вода? Спросим у генерального директора компании «Стелмос Д» Александра Назарова. Нет, конечно. Вода нашего организма значительно отличается от той, которую мы пьём. Кислотность нашего организма равна 7,3-7,4 единицы. Мы же в основном пьём кислые воды и напитки. И значит, нам нужна вода, которая была бы максимально близкой по своим свойствам к воде организма, чтобы ему было проще работать. Очень близка к воде организма активированная вода биовита. Её кислотность равна 7,4-7,5 единицы. Значит, она не допустит закисления. Она максимально быстро поступает в кровь, разносит питание и выводит вредные вещества. А ещё эту поистине живительную воду можно применять наружно. Биовита помогает в быстром заживлении ран, ушибов, ожогов. Значит, при питье те же процессы происходят и внутри организма. Биовита содержит суточную норму кремния, элемента молодости и эластичности сосудов. Биовита поможет почистить сосуды от холестерина и кальция, увеличит кровоток, добавит энергии. Вы просто будете здоровы. Добавлю, что заказать активированную воду биовита вы можете по телефону 8 800 100 15 15 и на сайте www.biovita.ru ООО «Стелмос-Д» Москва, улица Новосущевская, 22, строение 3, ОГРН 102-773-923-9164 Вода биовита не является лекарственным средством. Это артезианская вода – подарок природы из источника Тульской области. Обзор прессы Микрофон Анастасия Аножко. Доброе утро всем. У нас аргументы и факты. Сегодня большой такой, как говорят в интернете, long read – это значит длинное чтение, но не такое уж и длинное, а про демографию. Не упасть в демографическую яму. Сколько детей должно рождаться в России? Прямого ответа не дается в этой статье. Есть информация, которую мы и так знали. Примерно 2,1-2,15 ребенка на пару должно рождаться. Такой коэффициент должен быть рождаемости на женщину. А сейчас он составляет этот коэффициент 1,76. Был в какой-то момент подъем на 0,02, но это все равно не то, что нам нужно. Приводится в пример Европа, где Германия преодолела этот порог вымирания, но преодолела за счет исключительно мигрантов. Приводятся цифры и так далее. В общем, заключение такое, что надо принимать побольше людей, которые не боятся быть многодетными. А значительная часть россиян уже не выйдет из кризиса. Это независимая газета сегодня рассказывает. Зарплатная дистрофия поразила жителей развитых западных стран. Это как коса смерти, которая прошла по людям. В этом году День памяти жертв политических репрессий в Москве на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца будет открыт памятник жертвам политических репрессий. И 80 тонн бронзы было истрачено. Это такая стена плача своеобразная, 6 метров в высоту. Можете посмотреть, в независимой газете есть фотографии. Экономисты обсудили пути пространственного развития России, неравномерное развитие регионов. Вот главная проблема. Вольное экономическое общество такое у нас есть. Вот оно провело заседание. Там эксперты высказались по этому поводу. Как сделать так, чтобы развитие было более равномерным. Почему в России не пользуются популярностью деревянные дома? В случае пожара деревянные дома ведут себя не хуже панельных. Об этом в российской газете сегодня рассказывают эксперты. Мне кажется, те, кто к программе реновации имеет отношение, должны внимательно эту статью прочитать. Мне кажется, это намек. Из здания Центробанка украли свыше 11 миллионов рублей. Это были личные деньги одного из сотрудников, который хранил их просто в офисе, на работе, в сейфе. Через окно проникли воры в Центробанк. Сколько россияне тратят на оплату кредитов? У 59% россиян нет сбережений. Но каждый третий житель оплачивает кредит. 8,40. Это был обзор прессы. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь! Ранья, друг Сережа, к себе вреновая рожа! 8 часов 41 минута. Среда, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! это радио говорит москва говорит москва анастасия ножка ведущий этой программы как вы там в морозильнике 10 10 10 10 10 недоволен нашим климатом а мы рады мы на мы рады нашему климату понимаете мы живем прохлад мы живем на окраине северной евразии у нас плохой климат зато наша земля я хотел сказать нафиг нафиг никому не нужна нет кандалиска тогда хотела нашу землю наши недра хотел недра мы не дадим наши недра у нас там в недрах еще холоднее чем снаружи понимаете в чем нет а там если дальше копнуть сегодня раскалится климат до плюс 15 нет плюс 15 можно расскажу про климат а в тени нет 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 плюс 15 нет как раз в тени раз в тени на солнце а ведь знаете что гроза очередная ну будет а я на мотоцикле опять я расскажу 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 в 10 часов будет плюс 13 нифига себе это же смотрите а в 12 плюс 15 дождь но уже дождь начнется но будет южный ветер 20 км в час но это ерунда 20 км в секунду 5 метров в секунду меньше пяти метров в секунду что нам мы не такое видали значит в 3 часа дождь дождь плюс 18 ага 18 за что нам такое счастье видать бог нас любит мы русские с нами бог плюс 18 но правда дождь но это самое в 6 будет плюс 18 без дождя и потом в 21 17 дождь сегодня опять дождь то дождь то дождь сегодня то дождь то дождь а завтра смотри 6 утра 12 дождь значит потом в 6 утра в 12 часов дня 15 без дождя 15 завтра 15 это же хорошо комфортнейшая температура летний день защиты тебе не жарко из подмышек не пахнет можно мыться пореже если не напугают мыться можно не каждый день каждый день холодно можем у вас голос волосы не грязнятся до сергей волосы где а у я а я же грелись на один миллиметр поэтому где это один миллиметр у меня щёточка когда конечно можно тряпочкой протереть и все притом одно и то же тряпочка она потом начинает пахнуть кожей такой с кожей как пахнет своей родной как пахнут старики такая вот кожа кожа облезшая такая вот примерно да 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 это плюс 15 можно не мыться потом завтра 12 к вечеру зато в пятницу в 6 утра уже будет 7 с дождем плюс 7 и дождь понимаешь но это шикарно плюс 7 и дождь плюс 7 и дождь да 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 а заморозки когда обещали нет плюс 4 плюс 4 ночью плюс 4 где вам заморозки какие заморозки понимаешь да это цруи масса публикует ложь вы лживую западную пропаганду слушаете зачем 4 градуса будет тепло пожалуйста расправе плечи человек проходит как хозяин необъятная родина за субботу 12 дождь и плюс 5 ночи значит в воскресенье аж целых 16 это не дофига дофига в понедельник 20 и мы уже сравняемся с лучшими с лучшими горизонтами на планете земля 20 будет у кого лучше чем у нас ночью 11 все нас станет пожалуйста 23 потом в конце через две недели я не говорю пожалуйста можно рассказать про барселона барселона я считаю образцовым климатом на земле ну хотя они страна нато поэтому наверняка это вредительство у них сегодня 23 ночью 16 в воскресенье 22 ночью 17 а через две недели 24 все однообразие в нью-йорке можно в нью-йорке это логово зверя логово зверя в среду они проснутся будет 22 солнца в воскресе в субботу 25 солнца воскресенье 19 дождь дождь в нью-йорке дождь назло им все промокнут ракеты у них промокнут айфоны их не промокнет их не голливуд все промок а понятно чем игре поехали дальше вот особенно жалко этот этот ураган нам не ураган еще раз он сказал 20 км в час скорость метра 20 км в час это меньше 5 метров в секунду но где это ураган вы это ураганом называете вы что дистрофики какие-то во что ветром уносит прекращайте нет нам ураган 30 метров в секунду выше 30 метров в секунду то есть шесть раз сильнее правильно все поехали бенедорм образцовый климат вот где сидит кто-то в бенедорме не знаю насчет бенедорма бенедорм это место где я посетил секс-шоп впервые в жизни и в последние последний раз да я учебно там очень смешно было я первый раз когда пришел секс-шоп мне стало смешно это было в бенедорме мне запомнился этот город так расскажите я не расскажу в москве не расскажу нет нет не расскажу напрасные надежды придется нам самим пойти напрасные надежды одержимая ножка ахо ножка ножка прошла цикл можете рассказать про цикл какой цикл у шимпанзе есть цикл у женщин сам шимпанзе усуг как шимпанзе кто самка сука сам у самок шимпанзе есть цикл когда она приходит когда она приходит в очередной раз возбуждение постоянное все время ищет партнера и брачуется когда предыдущий младенец отцепился когтями от ее волосатой груди у нее же волосатая грудь и за нее держится младенец предыдущий значит как только он отцепится и начнет сам ладно лапках ходить на своих на шимпанзенок маленький малая детятку она сразу начинает косить глазом где там альфа где там бета а где там и гамма так сказать стера значит вот это вот есть такие периоды и они в течение всей жизни продолжаются как от тебя ребенок отцепился ты сразу начинает у тебя глаз сразу начинает блестеть это природное явление у шимпанзе я замечаю что ты всю эту неделю сексуально одержимая абсолютно она приставала к поклонской а сейчас захотела обязательно про секс-шоп подробнейший рассказ что-то происходит вероятно кто-то отцепился хорошо в москве ограблен центробанк да я так душой болею за этого человека которого ограбили я так смотрите есть у нас на ленинском проспекте центробанк никто не знает где но он есть на ленинском это для меня для меня центробанк это священно не что нет что нет центробанк здесь на улице центробанк на неглины с роду был еще и вот видите как на неглины свой раскинул а есть еще на на ленинском здании вообще думаю что что-то напутали я не знаю на Я понимаю, что это святынь. Это одна из святынь. Да. В Вестеросе есть там несколько святынь. И 25 мая. Да. И что же? После леду жертв как раз. В общем, кто-то не постеснялся. Или ночью в окно. В окно Центробанка. Просто банальнейшим образом в окно. Да. Я так понимаю, что было трико черное. Все было как надо. То есть как бы была такая штучка, чтобы кругленько так окошко вырезать ровненько, бесшумно. Все это было. Гута перчевого мальчика. Присоски там. А мне кажется, специально вырастили мальчика. Он при этом декламировал. Что-то из Гамлета, мне кажется. Какого-то мальчика. Худощавого мальчика запустили в окно. Для наживы. Киевские политологи. Это было не все. Это была самая легкая часть. Открыть окно ночью. В Центробанке туда пролезть в кабинет. Дойти до сейфа. Открыть сейф. А может быть вместе с сейфом. Я не знаю. Забрать. Очень ловко в форточку пролезал Игорь Иванович Сечин. Да? Да. Помнишь, что ты рассказывал? Нет. Ну как нет? Эту байку я еще не слышала. Игорь Иванович Сечин. Глава или как-то, вот сказать, он какой-то большой человек в Роснефти. Да. Роснефти. Так? Да. Он друг моего хорошего товарища по Анголе. И он был очень... Мои друзья, они однокрупники Игоря Ивановича Сечина по португальской группе ЛГУ. Ленинградский госуниверситет. СПБГУ теперь. Они говорят... Коля Конюшков. Николай Конюшков. Коля рассказывает, что он обычно, заурядно, захлопывал дверь. Да. Захлопывал дверь, а ключ внутри. Коля в рассеянности. Сечин был такой худенький, А Игорь Сечин, Игорюк, Игорюк, пролезал форточку постоянно. Вот он мог бы взять Центробанк. Да. Понимаешь, что? Ну, там вот так надо знать, куда лезть еще. Пролезал форточку для Коленьки, для Коленьки. Ловкий и бесстрашный был Игорь Сечин. Ловкий, бесстрашный и очень худой, и очень гибкий. И он влезал в форточку и открывал изнутри дверь. В сейфе сотрудник. Дверь, дверь. Да, и что? Дверь. И говорил Людмила при этом. Людмила. Он, этот вор, мы возвращаемся на Ленинский проспект, Центробанк. Зашел в кабинет, взял то ли весь сейф, то ли открыл еще сейф вдобавок такой же штучкой и достал 11 миллионов личных рублей сотрудника Центробанка. Я так понимаю, что бедный сотрудник это все, что у него было. И, видимо, ну, я так думаю, что он готовился к какой-то сделке, наверное. И решил на работе, как в самом надежном месте в Центробанке, значит, эти деньги положить. Да. И вот мы понимаем, что уже нету ничего надежного в этом мире, потому что, если в Центробанк залезать, ну, это не в бункер, он не вниз туда положил деньги, да, все-таки в сейф. Но мы понимаем, что это не шо. Я должен прерывать твое сообщение срочным сообщением. Только что написал мне Михаил Набокин, появился новый сезон сериала «Карточный домик». Бросаем нахрен программу, пошли домой. Все, закрываем лавочку. Пошутил. Да пошутил, я спокойно все дёрнулся. Давайте включим. Включим. Нет такого слова включим. Ну, начинаешь. Включим. Нет, давайте придём в голосование. Что? Включим. Включим. Включим, боже. Что такое? Русского языка говори плохо. О ножках. Я не угадала. Да. Слушай, значит, менты. На Нетфликсе вчера, пишет мне слушательница Юлия, на Нетфликсе вчера, а не сегодня. Фига себе. Так на Нетфликсе, небось, а где же тогда на медиатеке? Мы хотим же с русским переводом, нам что, Нетфликс? Мы же перестали. Таксист из Керчи передает вам привет, Денч. Денч, нас оскорбили. Ты знаешь, что Керчан оскорбили? Кто? Керчан. Керчан. Наш город основан. Наш город ровесник Рима, ну ты знаешь. Может быть, чуть старше, на несколько недель. Ну вот, Керчь, ровесник Рима, шестой век до новой эры. Создана Керчь. Да. Греками, из Милета. Ты знала об этом? Конечно, Сергей, все время я знала об этом. Ну так слушай, значит, строят через Керченский пролив какой мост? Как называется мост? Подвох слышится в вашем вопросе. Через Керченский пролив к городу, к городу, которому 27 веков, строят какой мост? Как называется? А что такое? У меня слышится подвох в вашем вопросе. Не Керченский, а Крымский. Почему? Пролив Керченский, а мост Крымский. Почему так? Ну почему оскорбить город надо было обязательно? Почему? Пролив Керченский. Если посмотреть в другую сторону, там же Крым на той стороне. Это кажется. И все едут именно в Крым? Я уже обнаружу ваше незнание, ваше незнание, география, дорогая. Спросите, кто едет в Керчь на отдых в этом году? Никто. Нет, первое. Все едут, потому что там есть еще на Крымском полуострове, есть Керченский полуостров. Значит, Керченский полуостров, через Керченский пролив, нам плевать на Крым. Мы керчане. Понятно, наш Керченский полуостров, наш собственный полуостров, отделяет от Кубани, от Тамани, от этих вот жадных куркулейт кубанских, понимаешь? Да. Нас отделяет Керченский пролив. Через наш Керченский пролив к нашему Керченскому полуострову тянут мост, который называется не Керченский, а Крымский. Чтобы было не обидно. Почему, я спрашиваю? Я предлагаю назвать его мостом лейтенанта Шмидта и на этом успокоиться. Почему, я спрашиваю? Где логика? Где резон? Где? Где? Это обидно мне. Мне обидно. И Денчу обидно. Правильно, Денч? Все. Хорошо, слушайте, я расскажу что-то веселое. Я почему-то сверстал эти новости вместе, потому что я подумал, что Центробанк охраняет какая-нибудь милиция наверняка. Да. Да? Наверняка. Нифига не охраняют. Смотри, чем они заняты. В понедельник Московский городской суд. Сегодня среда? Да. Значит, понедельник. Городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух бывших сотрудников МВД. Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Даниловскому району города Москвы. Что они делали? Что они делали, эти два господина? Секундочку. Они познакомились с 34-летней москвичкой Дарьей, которая уже к моменту знакомства была пьяна. Они представились как сотрудники уголовного розыска, на что не имели ни малейших оснований, потому что были сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Даниловскому району. Но они думали так винно говорить, скажем, угро. Да. Угро, так покороче. Давайте. Она уже была пьяна и стала танцевать с ними. Раз они угро, она говорит, я танцую. Если бы она знала, что они отдельная рота патрульно-постовой полиции, она бы их послала нафиг. Но угро она не могла отказать. Что дальше было? Дальше они поехали в сауну. Втроем. Мне уже страшно. Все трое были хорошо выпившие. Они дальше проводили досуг с распитием спиртного. И в ходе совместного времяпрепровождения возникла ссора. Дарья и Виталий, женатый сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Даниловскому району Москвы, женатый, он и воспитывающий двоих детей, вступил с ней в половой контакт с Дарьей. Да. На том основании, что он из Угро. И стал сильно бить партнершу. Just a little bit harder. Знаешь песню про это? Ну вот. Они женаты, что ли? Она сказала, что заложат его начальству, и он ее убил. Они вместе убили, ну, с другим. Убили и пошли прикапывать где-то на значительном удалении от жилых домов и общественных мест они выстрелили в нее сначала из травматического пистолета боевыми патронами, шестью стандартными пистолетными патронами, не смогли убить. Она прострелянная шестью пулями просила их оставить ее в живых, умоляла. Умоляла не убивать. Умоляла отпустить ее, что она уже не будет жаловаться начальству. Она говорит, я передумала, я не пойду жаловаться. Но господин Толпека, один из сотрудников отдельной патрульно-постовой, добил сексуальную партнершу монтировкой. Пуля тебя не взяли, попробуем, говорит, серебряная монтировка. Я узнал, что слова верить, особенно в такой ситуации, уже, наверное, нельзя. Можно и не верить. Затем они сбросили труп головой вниз на одно техническое колодце. Вот чем они заняты, пока Центробанк грабят. Ни хрена ничего не... А? Вместо того, чтобы заниматься Центробанком, они убивают половую партнершу. Ну что ты хочешь с этой организацией? Ну я умоляю. Подъем в движении. Пять баллов в Москве. Слушай, Якиманка опять нехорошая, и все, что связано опять с Таганкой, опять ужасно, и все, что примыкает к Таганке, набережная Яузы, все ужасно, бульвары вот здесь, вот на этом вот очаге, где рядом с Солянкой, все абсолютно кощунственно ужасно. Я вижу на Тверской тоже большие затруднения, если мы говорим про Центр, посмотрим на МКАД, сейчас мы посмотрим на МКАД, вот свои глаза бы мы не видели. Это самое, с пяти до семи по циферблату внутренним МКАД проблемы, в остальных местах все традиционно, все традиционно. Скажите, где едете, что видите? 737394,8, ну город, вот город, если не лезть в Центр, очень неплохой. Я вчера тоже обнаружил, я ехал по городу и думал, черт, ну в городе реально меньше машин, чем обычно, действительно меньше, понимаешь? Ну вот Центр дает всю эту бальность, пять баллов. Сейчас парадокс в том, что город, например, три балла получается, город три балла, а Центр, там, я не знаю, 8 баллов, понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Сергей, доброе утро, я сейчас минут доехал от юго-западной метро до стадиона Спартак по МКАДу, ну вообще было определенное, и соглашусь с вами, реально каждый день езжу до метро Академическое, по профсоюзной, действительно заметил, что машин меньше, 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 намного меньше, новости. Внимание, внимание, говорит Москва, Москва, Краснодар, выполнили пуски четырех ракет «Калибр» по району Пальмир, и все цели поражены, сообщает Минобороны России. Как передает РИА Новости, корабли стреляли по объектам террористической группировки, где находилась тяжелая техника и скопление живой силы боевиков, переброшенных из Раки. Минобороны отметили, что субмарина Краснодар выполнила пуски из подводного положения. Командования США, Израиля и Турции были своевременно проинформированы об операции. США начали поставлять оружие сирийским курдам. В Пентагоне утверждают, что это поможет освободить Раку от боевиков запрещенной группировки Исламское государство. Вашингтон направил сирийским демократическим силам стрелковое оружие и технику. Ранее распоряжение об этом подписал Дональд Трамп. США считают курдское ополчение главным союзником в борьбе против ИГ. Реакции Анкары, которая называет сирийских курдов пособниками рабочей партии Курдистана, признанной Турцией террористической, не сообщается. Расследовавшие нарушения на китайской фабрике Иванки Трамп активисты пропали. Еще один человек арестован, сообщает информационно-пропагандистская группа China Labor Watch, базирующаяся в Нью-Йорке. По ее данным, которые приводит Интерфакс, активисты собирали информацию о нарушении прав рабочих обувного предприятия. Лидер группы Лицан утверждает, что арестованного Хуахей Фена обвиняют в незаконном использовании подслушивающей аппаратуры. Правозащитники обратились к Дональду Трампу и его дочери с просьбой выступить в защиту и освободить активистов. Белый дом и адвокат Иванки Трамп, а также официальные органы КНР не комментируют эти сообщения. Дональд Трамп предложил мировым лидерам звонить ему на мобильный и президент США поделился номером своего сотового телефона с главами Мексики и Канады. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывших и действующих чиновников. Агентство подчеркивает, что это нарушает дипломатические протоколы, вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникации главнокомандующего США. По неподтвержденным данным предложением воспользовался только премьер-министр Канады Джастин Трюдо. США, Мексика и Канада состоят в североамериканской зоне свободной торговли, определяемой соглашением НАФТО. 27 апреля Трамп пригрозил выводам Соединенных Штатов из этого договора, назвав его несправедливым. В заключение официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня, доллар стоит 56 рублей 52 копейки, евро 62,95. И о погоде. По данным Гесметио, в Москве сейчас 12 градусов, осадки не наблюдаются. В течение дня синоптики обещают в столице облачную погоду преимущественно без осадков и до плюс 18. Станислав Соколов, «Говорит Москва». Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Реклама В Эльдорадо скидки всегда появляются вовремя! В этот раз на неделях Самсунг. Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг. Смарт-телевизор Самсунг всего за 27 999 рублей и скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах Эльдорадо только по 21 июня. Эльдорадо! Качество по лучшей цене! Телефон рекламной службы 737-8747 код 495 Радио Говорит Москва совместно с Русфондом собирает деньги на спасение 7-летнего Марка Попова из Москвы. У Марка врожденный порог сердца. У него дефект межпредсердной перегородки. С 9 месяцев он находится под строгим наблюдением кардиологов, которые ждали, пока мальчик подрастет, чтобы можно было сделать щадящую операцию, не разрезая грудную клетку. И вот недавно врачи сказали, что откладывать операцию больше нельзя. Операцию выполнят бесплатно, но оклюдер, имплант, которым закроют дефект, родители должны оплатить сами, а у них такой возможности нет. Для спасения Марка Попова необходимо собрать 201 810 рублей. Вы можете помочь Марку, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру Слушать, думать, знать правильные глаголы 94,8 говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа-пастушок поиграем Ранья-друг Сережа Серебрина 9 часов 5 минут. Среда, 31 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Епископ РПЦ потребовал журналистов удалить все публикации, а и вчера было развитие, вы знаете. Нектарий Орловский, как-то он по-другому называется, там совершенно другие названия, но он потребовал удалить, и было развитие вчера, значит, РПЦ Московская, насколько я понимаю, сказала, что это вообще этого не существует, письма. Незыгарь в телеграмме, Незыгарь в телеграмме сказал, что приструнили господина Нектария, значит, и сказали ему, чтобы он прекратил там оттопыриваться, вот, а, соответственно, и что он теперь будет отрицать, что это он писал, и все это ничего он не писал, а мы вчера говорили с губернатором Орловской области господином Потомским, Потомский известен очень хорошо. Поэтборянская фамилия. Потомский известен, да, Потомской. Да, Потомской. Как положено, с Петербурга. Он из Петербурга, как ты знаешь, он ваш, Питерской. Питерской, дорогая, он занимался в Ленинградской области организацией мусорных свалок, от чего сделалось его материальное благополучие. Он стал материально благополучным человеком. И мы вчера до него дозвонились, и он рассказал нам про то, как можно судить или нельзя судить священнослужителей. Священнослужители, они совершенно особая в этом правовом смысле категория людей. Понимаешь? Я, впрочем, обращусь конкретно, так сказать, к тому, что он говорил. А Нектарий называется епископ Ливенский и Малоархангельский Малоархангельский Нектарий. Хорошо. Значит, он потребовал, чтобы удалили единственное, ну, так сказать, удалили публикацию, что у него машина, крузак, двухсотый крузак за шесть миллионов рублей. Нужно это удалить немедленно. Так вот, что сказал Потомский? Секундочку. Надо почитать Библию, а не... Подожди. Надо почитать... Да, это Потомский. Это Потомский. Иисус Христос. Надо почитать Библию. Не судите, да не судимы будете. Он нам рассказывает. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает вопрос, а кто их уполномочил этот вопрос задать? То есть вопросы журналистов должны кто-то уполномочить задать вопросы. Понимаешь? Ну да. Да, раздать вопросы должны. И потом, где есть критерия, а мне кажется, что если священнослужитель, то такой вопрос должен раздать на бумажечке уже не меньше, как сам президент. Нет, у священнослужителя соответственно... А, соответственно, патриарх. То есть патриарх тебе раздает, а ты журналистка. Патриарх тебе дает на бумажечке вопрос. А, в смысле, обращаться к... А, вот так, думаешь, через каждого начального... Ну, чтобы через голову не прыгать, правильно надо... Конечно. Конечно. Надо почитать Библию. Кто их уполномочен задавать этот вопрос, говорит Потомский. И потом, где есть критерий, это можно для священника, а вот это нельзя. Он, священник, разве кого-то оскорбил, продолжает Потомский. Он неправильно провел проповедь? Главное, что он правильно провел проповедь. Его приход стало меньше ходить к прихожанам? Он не занимается восстановлением храма? Сказал Потомский в эфире нашей станции. И далее он продолжил. Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один. Суд божий. У нас это идет от отриарха. Не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит. Подытожил Потомский. Итак, я, я, а? У нас это идет... У нас... Нет, суд бывает. Но человека долгое время работало. Ну, представьте, он всего 78-го года. Суда человеческого быть не может, вот утверждает губернатор. Суда человеческого быть не может. Суд бывает только один. Суд божий. Все. Суда человек... Божий суд. Никакого другого суда нет и не может быть. Понятно? Его нет просто. Нет. Это все. Вот в Орловской области суды, что там приговаривают, это, безусловно, не суды. Правильно? Бог, он все видит. Это, кстати, очень интересный аргумент. Бог не фраер. Я стал интересоваться, что такое фраер. Я серьезно, я помню такую присказку, бог не фраер. Я помню, Бог не и рожка видит немножко. но я не слышал фраер. Фраер, я стал думать, что такое фраер, и стал искать. Слово я помню, ну как бы фраерок, я вот помню, фраерок всегда звучит как-то неприязненно. Да, фраер это что-то нехорошее. Нехорошее. Что за фраер, фраерок, что-то привязался к нам, прикалывается, фраерок какой-то. Вот это вот, всегда есть оттенок негатива. Я стал изучать этот вопрос. Бог не фраер, фраер это кто? Это слово из криминального жаргона, перешедшее в общий употребительный жаргон, основным значением которого представляется человек, не имеющий отношения к блатному миру. То есть, Бог не имеет отношения, наоборот, имеет отношения. Нет, не имеет, Бог не фраер. Он не фраер. Наоборот, он понятия знает. Бог знает понятия блатного мира. Бог наш из блатного мира. Фраер человек чужой в уголовной среде. Поэтому Бог, Бог свой в уголовной среде. Тогда получается у потомского. Правильно? Я анализирую фразу. Этим словом близких к уголовному миру кругах могут называть любого человека, который модно одет. Модно одет. Потенциальную жертву преступления. Фраер это жертва. Да, неопытного. Фраер это неопытный человек, а Бог и опытный, соответственно. Наивного человека, а также человека, выставляющего себя выше своего реального положения. Выдающего себя не за то, кем он на самом деле представляется. Я думаю, сейчас скажете это слово. Происхождение слова, оно происходит от немецкого и пришло в русский через идиш. Через идиш. Знаешь, идиш язык? Ну, конечно. Так же, как слово кипиш, пришло через идиш и так далее. Да, это язык немецких евреев и потом язык европейских евреев, близкий к немецкому. Фраер означает свободный жених. От этого происходит немецкое слово клиент публичного дома. Фраер. Клиент публичного дома. Человек, оплачивающий проститутку. Из немецкого языка перешло в идиш, где означает свободный. Ты идиш знаешь или нет? Ну, конечно. Freedom. Да даже все идиш, это же из немецкого слепленный по сути язык. Знаешь, как ухаживать за девочкой по-немецки? На идиша. Меня научила. Нет. Я тебе рассказывал. Надо говорить ей Майны шонны кецели. Моя девочка? Моя какая-то кошечка. Шонна не знает, что значит. Майны шонны кецели надо говорить. И тогда еврейка растает. Подходи к еврейке. К еврейке подходишь? Майны шонны кецели. Тихонечко надо говорить. Тихонечко. Все. Поняла? Да, поняла. Шонны мы не знаем, что значит. Но мы знаем, что... Бить-то шонны, это же то же самое. Красивая. Шонна красивая. Моя красивая кошечка. Вот как надо говорить еврейке. Моя красивая кошечка. Обязательно. Какие-то слова надо помнить всегда. Мало куда придется попасть. Ну вот. Дальше. Из идиша попала в одесский жаргон криминальный. И затем в русский криминальный жаргон через одесский. Понятно? Это лексикон одесской воровской среды. Вот видишь, как хорошо. Если бы не было у нас губернатора Потомского, Орловского губернатора, то мы бы с вами не знали каких-то потрясающих, удивительных лингвистических вещей. Вот так через губернаторов и узнаем. А вот их просветительская миссия. Гурген, здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Я очень рад слышать свой родной язык. Это называется как молно лошон. От слова лошон, что значит язык на иврите, и от слова молно, что значит мады. Гурген, у вас есть секундка? Научите меня еще какой-то фразе. Научите меня еще какой-то фразе, которую надо говорить еврейке. Майно шонокеоцеля это первое, а второе потом? Я позволю себе слегка поправить источник, который вам дал майно шонокеоцеля, что вполне себе по-швабски. А на иврите это будет мейно шейно кеоцеля. Ого. Мейно шейно. А, вуко. Ну, и еще маленькая разбавка для вас тематическая, я имею в виду, как, что значит, но позавидуй меня в полный рост. Будет звучать так. Кус мир им тохес, ваша любимая. Тохес это занято. Совершенно верно. А кус мир, это поцелуй меня в нее. Кус мир им тохес. Кус мир им тохес. Это школа. Вы говорите, это школа, азоханвей, школа. Перевожу. Аз, тогда, ох, что значит ох, унд, скорее всего, унд, как бы совет из Геймланд там советовал, дэй, что значит ухожу. А. Тогда поворачиваюсь и ухожу. А, тогда поворачиваюсь и ухожу. Слушайте, но скажите, пожалуйста, насколько же глубокий человек, губернатор Орловской области. Он знает, его лингвистические познания существенно шире моих. Я считаю, что он просто провидец в определенном смысле. И коллега до известной степени. Коллега. А мой коллега четко совершенно. Но он не знает слова малина. Если, может быть, вам попадалась воровская оборудовка, да? Да. Это такой воровской дом отдыха, который происходит от слова малина. Я, я, я помню. Игритное слово малина это то, где скрывались проповедники, а именно пещера Маалата Нахпела в Хедроне, да? Которая называется малина. Вы помните, что на какой-то малине они остановились отдохнуть была песня? Совершенно. Да, 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 да. Значит, за что же мы прожигаем наш товарищ-товарищ? Товарищ Малахольный. Это за что же мы прожигаем нашу жизнь? За окрашенные губки, коленки ниже юбки. За это что-то такое. Что-то такое, да? Что-то такое? Именно так. Моты душа уклонились. Нет. А вот если говорить про уход за женщинами, то можно говорить, весь мир знает. Бай мир мы с душей. Помните? Помните? Да, 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 да. А в моих глазах ты красива. Сейчас. Я пытаюсь найти эти крашеные губки. То есть, на моих, ты красива. Товарищ-товарищ с одесского кичмана. Спасибо. Товарищ-товарищ, ну, конечно. Ну, вы же помните. Исполняет Власов Владислав. Но я, к сожалению, не знаю. Я, к сожалению, не знаю, нет ли тут каких-то нехороших, недоброкачественных слов. Но, может быть, мы сейчас все-таки убедимся в этом. И не будет каких-то плохих слов. Вот же. Нет, у нас есть Одесса, Утесов, который точно без мата. Про малину и гоп со смыком в честь Орловского губернатора мы не можем не исполнить, который оказался лингвистом, нашим коллегой и который знает идиш. Он говорит такие слова из идиша, как, например, фраер. Бог не фраер. Орловского губернатора Товарищ, товарищ, полете мои раны, полете мои раны глубокие. Одна же сожжи, поедите, другая, но реводите, а третья застряла в окне. Товарищ, товарищ, скажи, мою ты маме, что ты в ее погибнул на подсквечке. Че там, че там, Трамп предложил мировым лидерам звонить ему на мобильный телефон. Да, я видел это. Я видел. Он просто человек еще гражданский, он еще не привык, понимаешь? Он еще сам не привык. Нет, ладно. Эту песню прекрасно исполняет. Я ничего не понимаю, что он поет. Так вот это дело, пойми ты, эту песню, это прекрасно, потому что он поет, говорит, вот это все. Понимаешь, вот так вот он делает. Если бы ты слушала более традиционный русский язык, ты бы все поняла. Вот такой. Сейчас. Здесь проигрыш как раз. И тут, моей ты маме. Все пытаются подражать утесу. Ну, что теперь делать? Ничего не поделаешь. Хорошо. Слово товарищ тоже воровское. Не знаю. Товарищ это заместитель. Товарищ не знаю точно. Я знаю, что фраер это слово из идиша, из идиша, языка европейских евреев, которое употребил относительно господа губернатора Орловской области. И мне показалось очень интересным расследовать значение этого слова, которое мне мало было известно до сих пор. Теперь уже мы, по-моему, исчерпывающим образом все исследовали. Президент России Владимир Путин прямо не ответил на вопрос о кандидатах на выборах 18-го года в России в интервью Ле Фигаро. Он сообщил, что об этом пока рано говорить. Действующего президента оценят в качестве кандидата уже давно. При этом в Кремле заявляют, что он не думает над этим, а предвыборной кампании не ведется. Ну, хоть какая-то интрига. Ле Фигаро. Интрига о ле Русс. О ле Русс. О ле Русс. Скажем, я хочу о своей точке зрения. Когда Путин объявит о том, что он идет на выбор? Я не вижу, честно говоря. Ну, не знаю. Я вообще... Должен ли он сделать это уже сейчас? Не понимаю... Вам хотелось бы, чтобы он пораньше объявил? Насколько это интересно? Это никому не интересно, потому что все знают, что он будет, и когда он об этом там скажет, не скажет, что это формальность, ни для кого не имеющего значения. Ну, давай проголосуем. Очень простую вещь. Очень простую вещь. Мы проголосуем. Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин уже сейчас определился с своим участием? А то на кого он нас бросит, да, покинет. Да, да. Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин объявил о своем участии в выборах уже сейчас? 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. 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 Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин объявил о своем участии в выборах уже сейчас? Пусть это будет сюрприз. Определился уже сейчас. Ну, это интересно. Почему? Ну, почему? Ну, потому что это смешно. Ну, потому что, нет, ничего не смешного. Ничего не смешного. Вот совсем ничего не смешного. Знаешь, все все понимают, это позиция не интеллектуальная. Вот я тебя обвиню. Она скорее эмоциональна. Мне кажется, она как раз... Вы бы хотели, чтобы Владимир Путин определился с участием выборов, объявил о своем участии в выборах 18-го года, вы знаете, 18-го марта. Значит, уже сейчас. Вам бы хотелось уже сейчас ясности по этому вопросу. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Настя, Настя считает, что это не имеет значения, потому что все все понимают. А я считаю, что это имеет значение, в том числе мобилизующее. Это имеет в том числе мобилизующее значение. Ты кого мобилизующее? Пойми ты. Ну, послушай, вот я тебе объясню какую-то вещь. Сейчас в 9.23 я тебе попробую сделать маленькую лекцию. Люди, люди в непонятках начинают плыть. Начинают плыть. Ну, плыть. И совершать ошибки, и глупости. Понимаешь? Ну, слушайте, представь себе, Я понимаю, я согласна. Представь себе, что в корпорации, в какой-то корпорации, в каком-то подразделении Яндекса, не знаю, в редакции... Давайте у нас. Мы, допустим, не знаем, будете ли вы редактором в марте. Например, нет, в каком марте? На самом деле мы знаем, в следующем марте. Не знаю, дорогая, нет, намерен ли я. Я начал, я вдруг говорю, вдруг говорю, что мне хотелось бы побольше времени уделять семье. Я так говорю. Ну, например, я говорю, Ну, например. Я говорю с тоской, как хорошо было... Нет, сейчас можно говорить, развивать свой проект. Я начинаю говорить с тоской, как я был на острове Ломбаньян, а я там был, на острове Ломбаньян, и как я там брал скутер на прокат, и как я там носился по острову Ломбаньян на скорости превышающей 45 км в час иногда, значит, с супругой за спиной, и мы купались, и мы хохотали, как дети, и мы бросались в волны, и все это. И я начинаю об этом говорить с тоской. Значит, у тебя могут возникнуть мысли, исходя из этого, что я хотел бы побольше времени проводить на острове Ломбаньян. Да. Значит, да. И ты начинаешь думать, ты начинаешь думать, то ли Доренко мылится туда, то ли чего. И начинается дальше, начинают проявлять себя люди, всякие центры власти, внутри редакции. Один пополз, другой пополз, что-то вякнул, кто-то что-то написал, где-то кто-то поплыл, у кого-то мозги на бекрень, кто-то со вчерашнего что-то ляпнул. Понимаешь? Мне это, может, не выгодно, может, я так и заблечу вас, негодяев. Но, если моя цель изобличать, а если я сразу скажу, папа в доме, шаг, молчать, работать, вперед. Все. Это другое, это мобилизующее значение. Понимаешь? Это важная вещь. Но с моей точки зрения... Но это важное тогда получается только для редакции, по большому счету. Ну почему для редакции? Слушайте, только ждут, будет утром программа там, или не будет. Другой, как бы, никакого другого значения, это не несет для... Остановить голосование. 41 на 59. Для вас важно, чтобы Владимир Путин определился с участием в выборах в марте и назвал, сказал четко, как и что он планирует делать на выборах президента. Уже сейчас. 41 процент. Нет, это не важно. 59 процентов. Интересно. 59 процентов. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, Сергей Настя, доброго утра. Здравствуйте. Слушайте, я всегда хотел, чтобы был какой-то другой у нас президент, но сейчас понимаю, что альтернативы нет никакой. Вот, и честно говоря, страшно будет кому-то страну в другие руки предоставить. Все-таки Владимир Владимирович у нас опытный. Опытный. И заботливый. Во всяком случае, можно точно сказать, что он на стране заботится. Он знает, что нужно делать. Я думаю, что я свое мнение уже понимаю, что сам себе противоречу, но в любом случае он будет лучше, чем все другие. Спасибо. Что за остров Ламбаньян вдруг переклинило людей? Это рядом между Ламбоком и Бали. От Бали следовать к Ламбоку чуть южнее лежит Ламбаньян. Вы никогда не... Ну что, ну с кем я разговариваю? Господи помилуй. 7373948. Но я не был на острове Флорес. Может быть, на острове Флорес еще лучше. Я вот все время жду, что я буду на острове Флорес. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Где хобби-то. Да, здравствуйте. Владимир Владимирович. Здравствуйте. Для меня не важно, сейчас он объявит или потом он объявит. Хотя вы очень хорошо сказали по мобилизации, но мобилизации все равно не получается. Все равно все плывут. Ну вот вы руководитель или нет? Вот вы руководили предприятием, людьми вы руководили? Да, я руководитель строевого управления. Да. Скажите, если четко вы говорите, вот вы четко говорите, что папа в доме, ребята работать, это же, это же действительно подхлестывает и как-то люди собираются? Да, безусловно. Я с этим не спорю. Но это в том, что это при том условии, если прошли слухи, что я ухожу. Был такой момент в моей жизни, все приходили, там шушу, уходите, все пытались срочить. Все прекратить, я собрал, собрали, и сказал, я не ухожу. Не ухожу. Здрасте. Давайте правду в глазами скажем, что мы уже знаем, что Путин будет в дальнейшем у нас президентом. Просто это будет... Я вам скажу, я думаю, что да. Я думаю, что да. Сергей, вот это просто будет более красиво организовано, торжественно, как, ну, там, допустим, в Олимпийском все единые россиянцы будут аккуратно попросить, что мы хотим, чтобы мы были нашим президентом. И не будет жирно. Вы знаете, мне кажется, может быть, может быть, я даже, это самое, даже не будут просить, потому что он... Мне кажется, ему настолько все это уже противно, что он попросит не просить. Сергей, ну, мне кажется, честно говоря, хоть и немножко дико звучит, но мне кажется, в этот раз СДПР тоже будет официально просить, чтобы он стал президентом. Нет, они баллотируются, поэтому им нельзя. Я сомневаюсь, честно вам скажу. Мне кажется, уже Деременовский устал проиграть. Мне кажется, уже открыто скажут, что Владимир Владимирович... Ослик, Ослик на водокачке, Ослик на водокачке может устать сколько хочешь раз. Только водокачка уже сама его начинает толкать, понимаете? Ты еще устал? Устал. Ха-ха. Он устал. Открытые Жириновские. Что-то меня открыто скажут. Жириновский устал. Кто устал? Все устали. Все устали. Думаете, я не устал? Думаете, нет, сегодня я не устал, наоборот. Но будет хоть один новый интересный кандидат у нас на выборах? Филь там. Никто. Кто? Где? Я про выборы. Вы же сами предложили. Нет никого. Нет и не будет. Новый интересный. Нет. Соберутся эти Явлинский, Жириновский, Зюганов. Все как есть. День 40. Все как нападут. Нет, это что-то хорошо, как новости спорта. Есть что-то постоянно. С детства одно и то же. Это хорошо, абсолютно. Да, вы же не собираетесь баллотироваться. Четыре кандидата, все новые без Явлинского. Наоборот, Явлинский обязательно будет. Хорошо забытый старый. Явлинский обязательно будет. И все, и все разговоры. Я буду за Явлинский голосовать. Всех убили, закрыли. Даренко, стань кандидатом. НЕТ. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять тридцать в Москве с новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. Минздрав Афганистана подтверждает гибель девятнадцати человек при взрыве в Кабуле. Триста девятнадцать человек пострадало, сообщили в ведомстве. Сегодня утром в посольском квартале неподалеку от дворца президента страны на воздух взлетела заминированная автоцистерна для перевозки воды. Во многих зданиях выбило двери и окна. Серьезно пострадало посольство Германии. Небольшие повреждения получило здание депмиссии Индии. Телеканал NHK сообщил, что ранены два сотрудника посольства Японии. Ответственность за инцидент никто на себя не взял. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном ударе крылатыми ракетами по целям исламского государства в Сирии. Министр обороны России проинформировал верховного главнокомандующего о пусках четырех ракет «Калибр» по району Пальмиры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны сообщало сегодня, что фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» из акватории Средиземного моря обстреляли позиции боевиков. Все заданные цели поражены, подчеркнули в ведомстве. Там также добавили, что субмарина выполнила ракетные пуски из подводного положения. Россия к 2027 году построит два вертолета «Носца». Десантные корабли будут оснащены дизель-газотурбинной силовой установкой. Основу авиагруппы составят вертолеты К-52К, рассказал ТАСС источник в оборонной отрасли. По его словам, ободноконструкторские работы начнутся в следующем году. В 2020-м планируется начать строительство головного судна. Ожидается, что флоту его передадут в 2024 году. Производство единственного серийного вертолета «Носца» намечено на 2022 год с поставкой в 2026. Россия заказывала вертолета «Носца» у Франции, однако Париж в связи с крымскими событиями отказался выполнить условия контракта. В итоге французские власти вернули уплаченные деньги и, по данным РИА Новости, передали технологии создания таких кораблей. Российский футбольный союз и сборная России объявили о старте акции для болельщиков «Живу без табака». Она пройдет с 31 мая по 2 июля, включительно сообщает пресс-служба РФС. Чтобы принять участие, поклонникам спорта необходимо отказаться от курения и разместить на своей странице в соцсетях обещание соблюдать условия марафона. До 2 июля нужно рассказывать, как проходит отказ от курения, а в конце подвести итоги. Как передает ТАСС, после завершения Кубка Конфедерации сборная России выберет лучшие истории, а победитель сможет потренироваться вместе с футболистами национальной команды. Матчи Кубка Конфедерации пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Заключение официальной курсы валют на сегодня. Доллар 56 рублей 52 копейки, евро 62,95. О погоде. По данным Гесметио, в Москве сейчас 13 градусов, осадки не наблюдаются. В течение дня синоптики обещают столице облачную погоду, преимущественно без осадков, и до 18. Станислав Соколов, Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. В Эльдорадо скидки всегда появляются вовремя. В этот раз на неделях Самсунг. Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг. Пылесос Самсунг с турбиной Анти Тенгл всего за 6 699 рублей и скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах Эльдорадо только по 21 июня. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747 код 495. Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Всемирный день без табака. Гость в студии, автор и основатель проекта «Бросаю сейчас» Денис Тимаков. В эту среду, после 12.30. Не подвиг, но доброе дело. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие» брокер Сергей Хистанов. В эту среду, после 15.00. Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам. В воскресенье после 18.00. Мифы об экономике. Говорит Москва. Процесс такой интересный в Москве. Замоскворецкий районный суд. Суды энциклопедия жизни. Вообще такая потрясающая. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор торговцам людьми, которые продавали девочек, 15-летних девочек, в сексуальное рабство. Значит, на полу продавали теплоходы. А где они их брали? А девочку брали из России. Ну, там вот их мамки родили. А они в России же продавали их? В России же продавали, да. Абсолютно верно. Здесь, в Замоскворецкий, если суд... На круизных кораблях. На круизных кораблях. Проституток. Но девочек там не было. То есть совершенно напрасно. То есть сама сделка проводилась. Сделка. 19 апреля. Там, так сказать. Встретились с покупателем в кафе, которая располагалась на теплоходе Валерий Брюсов. Валерий Брюсов. Это не то, которое стояло, подождите, на приколе у парка Горького. Пришвартованном на Крымской набережной. 400 тысяч рублей. Дала кукла. Полиция решила не продавать девочку. Кукла от девочки. Да-да-да. Барби. Маленькая Барби. В которой было только 10 тысяч рублей настоящими. А продавцы были из Подольска. Ну и девочки из Подольска. Мы не знаем. Девочки были из Подольска. Это подростки из Подольска их продавали. Каждую по 200 тысяч. То есть три с небольшим тысячи долларов. Полное пользование? Или это как это? Во временное мать. После 30 она уже никому не нужна. Во временное. Это шеринг. Сколько лет? Ем 15. Какой плохой возраст. Говорю, плохой возраст. Они вредные. Рыщавые. Вредные. Говорят гадости. Не знают, что хотят. Да, абсолютно. Но слушай. Я подумал. Ну хорошо, нет, их поймали и все. Их поймали. А сколько они дают за это? Двое мужчин. И 20-летняя женщина. Значит, торговлей занимались 28-37 мужчины. И 20-летняя женщина. Старшему из мужчин наказание в виде 7 лет лишения свободы. Младшему 5,5. Видишь, там по возрасту тоже дают. Не по свершению, а по возрасту. Если ты помоложе, чуть-чуть дают поменьше. Той, которой 20 лет, дано 4,5 года лишения свободы условно. Потому что она девочка и все. Ей поменьше. Трое осужденных искали в интернете сутенера, который купил бы у них 15-летних девочек. Нашли. В результате нашли, потому что, значит, все-таки это управление... А девочек они где держали? Господи, какие девочек они держали? А не было девочек? Девочки были в Подольске все время. Девочки в этот момент, одна ела вареную сосиску, другая гуляла с этим самым, с той терьером. Откуда ты знаешь, какая-то разница? Девочки могли еще не знать. что их продают. А, их отловить потом хотели. Это могло стать сюрпризом. Это могло стать сюрпризом. У людей из Подольска, женщины 20 лет, мужчины 28-37 лет, есть, например, эти две девочки. На них видят все время две девочки ходят, ходят, подружки ходят, что-то чирикают, семечки лузгают. Они говорят, а что бы мне поработать-то? Вот и поработают. Они сами, девочки, еще не знают про это. Уж знают, когда надо будет, тогда им и скажут, сейчас еще рано. Понимаешь? Пускай жирок нагуливают, да? А тут менты их куклу дали. Понимаешь? Ну все. Меня взволновало, что это произошло на пароходе Валерии Брюссове. Его же угнали оттуда. Кого? От Крымской набережной. Вот, видимо, после этой грязной сделки. Меня взволновало, то, что это было на Валерии Брюссове. Валерий Брюссов, ты знаешь судьбу этого человека? Нет. Он принял большевизм, он вступил в РКПБ в свое время, в 19-м году. Это поэт, символист. Да, что он поэт, символист, я, конечно, не знаю. Да, и он вступил в РКПБ в 19-м, а умер от крупозного какого-то воспаления легких, какое-то ужасное, так сказать, в 22-м или 24-м, сейчас не помню, в 20-е годы. Он умер. И похоронен на Новодевичем. У него, он один из знаменитых атеистов, твой предшественник, фактически. Его выгнали из гимназии, дорогая моя. Он жил на цветном бульваре в своем собственном доме, доме отца. Его выгнали из гимназии за атеизм. Вот, понимаешь? За то, что он недостаточно хорошо веровал в Господа, который, как мы знаем, теперь не фраер совершенно. Я думаю, это был предлог, я думаю. Предлог, да? За другое за что-то. Я думаю, что за что-то там к этому... За длительность вот этих мигов странных, За взгляд полуприкрытый глаз туманных, За влажность губ, Сдавивших губы мне, За то, что здесь, На медленном огне, В одном биении сердца Сердцем слито, Что равный вздох Связал мечту двоих, Прими мой стих, Ты, Афродита, За то, что в дни, Когда поля сирея Покорно ждут Холодных струй борея, Твой луч, как меч, Взнесенный надо мной, Вновь льет в мой сад Слепительности зной, Что зелень Светлым аквилоном взвито, Что даль в цветах И песни реют в них, Прими мой стих, Ты, Афродита, Ну и так далее, Понимаешь, Вот здесь, На Валерии Брюсове Прямо продавали девочек, Валерий Брюсов был бы Ужасно удивлен, Согласись, Еще, Да, вот послушай, Ну послушай, Ты, ты слепа, Ты глуха К поэтическому слову, Нет, когда вы читаете, Честно, Когда вы, Хорошо идет, Хорошо, да, Вот сейчас, послушай, Я так просто читать не могу, Послушай сейчас меня, Сосредоточься, Не, не глади, Ты как подросток, Глазеешь все время в экран, Она как подросток, Глазеет все время в экран, Как можно, Как можно, Не закрывайте его, пожалуйста, Ай, ужас, Аннашка, Ты ужас, Смотри на меня пристально, Я буду смотреть в iPad, А ты на меня, Давайте, И делаю такое лицо, Как будто тронуто, Ты тронуто, Я преданно, Жду, Пока мне разрешат обратно в экран, Товчиха, Рай, Атила, Это, Значит, Вячеслав Иванов, Где вы, Грядущие гуны, Что тучи и нависли над миром, Слышу вас, Ваш топот чугунный, По еще не открытым по мирам, На нас, Ордой опьянелой, Рухнете с темных становей, Оживите дряхлевшее тело, Волной пылающей крови, Поставьте, Невольники воли, Шалаши у дворцов, Как бывало, Всколосите веселое поле, На месте тронного зала, Сложите книги кострами, В храме, Пляшите в их радостном свете, Творите мерзость в храме, Вы во всем не повинны, Как дети, А мы, мудрецы и поэты, Хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы В катакомбы, В пустыни, В пещеры, И что, Над бурей летучей, Под этой грозой разрушений, Сохранит играющий случай Из наших заветных творений, Бесследно, Бесследно все сгибнет, Быть может, Что ведомо было одним нам, Но вас, Кто меня уничтожит, Встречаю Приветственным гимном, Он как Меркель, Брюсов как Меркель, Практически, Вы знаете, Что Меркель высказалась За нашествие Сирийских беженцев, Имея в виду, Что они несут Вот эту волнующую, Как это тут сказано было, Извините, Сейчас секундочку, Мне должен вернуться К поэту, Оживите дряхлевшее тело, Волной пылающей крови, Вот эта волна пылающей крови, Которая сыпется на нас Из Узбекистана, Прекрасного Таджикистана, Восхитительного, Прекрасной, Поэтической, Поэтичной, Киргизии, Само мало народа, Кстати, В Киргизии, Может и мало, Но у нас в Москве Все они до единого, Вот эта вся, Вот эта вся волна Пылающей крови, Меркель ее поэтизирует, Меркель сказала, Что хорошо, Что пришли сирийцы, Хорошо, Что пришли сирийцы, Это новая кровь, Вот эта прекрасная, Которая у нас Германия, Новое дыхание невероятное, Понимаешь, Как это развитие, И так далее, Ты давала мне Какие-то таблицы сегодня, Ну вот я тебе, Пас, Говори, Давала, Ну в аргументах и фактах Сегодня, В аргументах и фактах, Ее дело обозрения, Настя, Мы вырождаемся, Единственный способ, И по делам, И по делам, Пляшите, Сложите книги кострами, Пляшите в их радостном свете, Творите мерзость в храме, Вы во всем не повинны, Как дети, И все, Но вас, Кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном, Вот и все, А? Вот и все, Я сам лично, Подпевал о диктаторах, Это я подпевал о диктаторах, Не знаю, Сирийцы очень образованные, В отличие от наших азиатов, Говорит борода лицо, Очень образованные, Конечно, Они закончили университет дружбы народов, Все до единого, Ясное дело, Алло, Здравствуйте, Я слушаю вас, Михаил, Подключайтесь, Доброе утро, Я вот за рулем, Но заслушался, Фиолетовые руки на эмалевой стене, Безутешно чертят звуки, В звонко-звучной тишине, Это тоже Брюсов, Вообще символизм, Символизм русский, Это и Волошин, И Кузьмин, И Брюсов, И Ходосевич, И Шенгелия, Это целый пласт огромный, Я советую вам, Сделайте поэтическую передачу, Час в неделю, И мы всех символистов разберем, Там столько провидения, Протагонизм символизма поэтического В русской жизни, Имеет особые корни, Это потрясающе просто, А этот аспект, Он требует, Чтобы новая свежая волна, Волна новой тро, Пылающей крови пришла, Вот это... Там есть все, А у Ходосевича и у Гумилева особенно, Там эта тема гунов, Тема вот это нашествия сирийского, То есть все великолепно сделано. Гумилев считал себя учеником Брюсову, Ведь до известности. Да, конечно, Но Брюсов, может быть, Уступает фактически по таланту Таким гигантам Гумилев, Ходосевич. Поэтому на нем продавали всего Две девочки из Подольска. Если бы рядом стоял пароход Николай Гумилев, На нем бы продавали сразу 15 девочек, Из Подольска. Правильно? А если блок, а если блок совсем. Так что, Сергей, Сергей, Вот эти две темы, Ужасающий, вот этот потомский, Маленький левиафанчик, Понимаете, трагедия истории, Которая повторяется как фарф, Она вот в том, что классический левиафан, Он был один, Как средоточие анти-апокрифики, А сейчас маленькие левиафанчики Рождаются везде, В каждой губернии, Губернии, Губернии. Поэтому эти странные типы, Которые получили сроки За торговлю Какими-то мифологическими девушками, Так, почти серными. Да. Они рядом с Потомским, Который ввел Феню, Вел, хочет ввести Феню. Феню, и идешь, И идешь мы ему за это благодарны. Да, да, Ветхий Завет. Вообще, конечно, Это потрясает просто. Вот это вот невежество, Которое реализуется И в политической теме, И так далее, Действительно, Становится жалко. Лбы все уже, Михаил, Лбы все уже, Фуражки все ниже на брови, Да, Михаил, Ну и радуйтесь, А что не радуйтесь? Настя, Мерки из-за чего? Ну это же запономерно. Так, товарищи, Все, меня просят, А как с девочками? Девочки продолжают Жрать сосиски И выгуливать той терьеров. Все с девочками хорошо, Они в Подольске. Их еще не продали. Их пытались продать, пожалуйста. В этот раз не получилось. Сделка в этот раз не получилась. В этот раз не получилось. Все, импетантасты. Они все еще могут быть... Правильно? Да. Что, надежда есть, Мне кажется, правильно? Значит, что с Меркели, С этими чучмеками, Кто-то мне пишет, Грядущими гуннами. С грядущими гуннами Что происходит? Вот вопрос. Настя, сосредоточься, Давай обсудим. Может быть, это хорошо? Конечно. Доказывай свою точку зрения. Так а что ее доказывать-то? Вырождение налицо. Вырождение. Все, да. Смерть. Вот она, стучится. Но представьте, 100 женщин рождают 85 дочерей. Эти 85 дочерей рождают 60 дочерей. Ну, продолжаем разговоры. Ну и все, и все, и все. Да, и все. И все. Ну, то есть, на третье-то нет вообще этого. А, ну нет ли такого эффекта, я задаю вопрос. Да. Что, я, если позволишь, я генерализирую вообще вне национально, скажу, не национально, без национальности, что юг, есть некий сплошный, вот у меня есть некое видение, что юг непрерывно, в течение всей истории, ты видел, извини, я отвлекусь, ты видел, юг поставляет людей на север, я имею в виду, где они умирают, в этом процесс, в этом и собственный процесс. То есть, они все равно будут вымирать. Все, кто придут на север, вымрут. А, в смысле, вот это благополучие, которое рождает расслабленность и уничтожение. Все всегда, переходя на север, умирают. Ну, тут вопрос, что победит. Новые приедут на север, пожалуйста, прекрасные дети гор, и так далее. Они все здесь умрут, естественно, и выродятся, да, абсолютно. Почему? Юг, юг продуцирует жизнь, юг продуцирует жизнь, север продуцирует смерть. Ну, так было, при Римском империи было не так. Стоп. Или Бизантии. Ну, почему? Ну, то есть, с севера же пришли варвары и уничтожили. Ну, они как бы крючком. Добили, да, и варварством своим откатили все. Ну, давай скажем следующее. Тогда я тебя обращаю. Тогда еще прежде посмотри. Люди пришли из вот этого разлома. Вот, если бы ты попутешествовала по Кении, ты путешествовала? По Кении нет. А вообще да. Когда ты поедешь по Кении, тебя повезут по этому прекрасному разлому, часть которого — Красное море. Красное море — часть разлома. А потом уже по суше идет этот разлом великолепный. Вот уже такая впадина гигантская, как раздвинуты плиты. Тектонические. Тектонические. И вот там, вот в этом месте этого разлома произошли гоминиды. Да? Гоминиды, которые, вот, собственно, мы. И они всегда оттуда. Там как бы какой ключ, можно сказать, ручей, ключ жизни, родник. Ключ как родник. Родник жизни. Сейчас там парк какой-то. Нет-нет-нет-нет. Там ничего нет. Там все нормально. Там кикую. Кикую и все. Народ. Вот. Ну, они ходят, красивые девочки, красивые мальчики. Потом уезжают на север. Дальше. И там вымирают потихонечку. То есть я считаю, мне кажется, структурно происходит следующее. Юг родит людей. Юг не имеет потенции к самоорганизации успешной экономически и технологически. То есть они родят людей, там, едят руками, там, все это, сидя на глине, на своей, там, в своих специальных домиках, все это специальное такое. Вот. Потом они от отчаяния и голода уезжают на север, где приобщаются, в том числе становясь двигателями технологических культур и цивилизационных всевозможных организаций, структурированных обществ с технологической высокой культурой, строят танки, убивают друг друга, рожают мало детей, вырождаются, новые люди с юга приходят и так далее. Этот процесс безостановочный. Безостановочный. Иногда он идет волнами, а иногда он... Вот у меня вопрос, Сергей. Некрасивый. Сейчас волна. Некрасивый. Становятся ли они частью технологического прогресса? Или в какой-то момент возникнет такая ситуация, при которой некому будет поддерживать этот технологический прогресс? Извини, извини. И здесь я обращу твое внимание на несколько этапов в жизни человечества, когда волны вновь прибывших не могли ассимилироваться, и отбрасывали планету Земля на несколько столетий назад. В Европе как? На несколько столетий назад. И у нас. Это было и в неолите. У нас никто не становится. Это было и со средними веками, когда религия захлестнула все, людей жили на кострах, был ад, и было отброшено на семь веков как минимум, на семь веков как минимум технологический и социальный прогресс. Значит, наша задача максимум как предков сейчас обеспечить их включенность в технологический прогресс для того, чтобы им потом, их детям, не пришлось отбрасываться туда, куда-то в бронзовый век. Наша задача. А мы им не даем учиться. Мы им не даем сейчас учиться. То есть мы обрекаем... Я знаю. 25 процентов... Вы знаете, что 25 процентов детей мигрантов не учатся вообще нигде. В школе, потому что боятся родителей отвезти, потому что их выгонят. Да, потому что сами родители здесь незаконно, и по детям их могут вычислить, а есть соответствующее распоряжение. В Москве по детям вычисляют нелегалов. Поэтому нелегалы не отдают, хотя бы кто-то нелегал в семье, не отдают детей в школы. Таким образом, мы имеем здесь неопознанное огромное 25 процентов, мы не знаем, а может быть больше процентов, неопознанное число, может быть, десятки тысяч детей, которые растут вообще без образования. Под лестницами, по подвалам, но без образования. Вообще без образования. И мы придем тогда... Они не знают даже цифр, понятно? Ну, может быть, мама покажет цифры. Такой ситуации. Я не знаю, как в Европе с этим. Вроде их там привлечают всячески. И так да. Что в Швейцарии будут институты магии находиться, куда люди будут ездить лечить спину. Через очень короткое время. Через очень короткое время. Какие-нибудь жалкие 200 лет. Через очень короткое время. Жалкие 200 лет. Человечество может оказаться отброшенными. То есть, если волна вновь прибывших, так как это случилось с Древнеримской империей, волна вновь прибывших была столь значительна, А разница в культурном образовательном уровне была столь значительна, человечество оказалось на несколько веков отброшено в мрак Средневековья, религиозности, инквизиции и так далее. Всего этого кошмара. Значит, и до возрождения, до возрождения. Но мы свою задачу как ставим себе? Если мы будем их привечать здесь и любить, то, вероятно, мы будем прогнозировать, что они нас захлестнут, покорят. Волна этой крови, какой крови? Это вероятно, они есть, а нас просто нет. Это единственный возможный вариант. Вскала-сити, веселое поле, на месте тронного зала. Волна, волна пылающей крови, оживить одрехлевшее тело. Если оживить одрехлевшее тело России, придет волна пылающей крови тюрков, арийцев. Арийцы это таджики, ты знаешь, арийцы, арии, арии, чистые арии, это таджики. Значит, и что? Да я вспоминаю, нет, там какой-то еще высокобой народ был, который в Бадахшане. В Бадахшане, голубоглазые, да, арии в Бадахшане. Да, это не потомки Александра Македонского, это просто чистые арии в чистом виде. Да, ну так вот, значит, если эти прекрасные тюрки и арии, таджики, придут всколосить, как они называют, всколосить веселое поле на месте тронного зала, то у нас два варианта. С одной стороны, противостоять этому, медленно погибая, и таким образом гарантировать, что Россия будет отброшена, вероятно, после покорения новым человеческим материалом. Россия уже не будет в том, что... Либо их интегрировать, интегрировать и максимально образовывать, учить их нашим тайным знаниям, нашим сведениям. То есть мы спрячемся, как Брюсов пишет праведчески, а мы, мудрецы и поэты, хранители тайной веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыне, в пещеры. То есть нам надо спрятаться, пока и там их научить свету наших заветных творений. А может быть, бесследно все сгинет. Вы что выбираете? Не знаю. Научить или все сгинет? Юрий Николаевич, не знаю, не знаю, не знаю. Алло, здравствуйте. Вот Брюсов, пожалуйста, пишет. Вы знаете, что на нем продавали двух девочек из Подольска. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Заметьте, что мальчик на Арбате читал Гамлета, а не Василия Теркина. Да. Следовательно, его учителями являются либеральные институты. Нет, тюрки, тюрки. О, Господи. Да. Знаете, вас видно так, кстати, вот так проштырил мальчик, что вы как-то это самое взволнованно звучите, но мы говорим о другом вообще. 7373948, 7373948. Кто на нас с Брюсовым? Покет-телефон. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Серёжа, восхищён. Чем? Чем я не понимаю? Вашей обрисовкой вот этого прихода... Брюсов не я, Брюсов, поэт, символист. И аргументы, и факты сегодняшние. Брюсов гениален, конечно, но... Как вы тонко это подметили сейчас, но вы забыли про наших любимых европейцев тоже, мне кажется... Тоже, я говорю, Меркель, Меркель приветствует, Меркель приветствует сирийцев. Извините, извините, секунду, секунду. Меркель, вы послушайте меня, Меркель приветствует это нашествие. Потому что они приняли... Дай бог, дай бог, немцы станут сильнее, немцы станут жизненнее, новая кровь вольётся в них, они там с французами, с итальянцами снова объединятся, и мы снова станем сильнее. Почему? Да потому что у нас дальше север, нам-то идти некуда. Нам идти некуда, но к нам идти есть... Мы упираемся, смотрите, мы упираемся, словно скалы в это небо, и не сдвинуть нас отсюда. Нету сил, невозможно. Так говорится, до нас не будет скоро никого, у нас на 100 женщин, 85 дочек и так далее. Что значит сдвигать? Нас не надо сдвигать, просто посмотрите, что стало с прошлогодним снегом. Мы тлеем, мы таем, у нас нет больше. Мы не тлеем, мы гниём. Почему мы гниём? Ну, это мы не будем обстоятельствовать. Мы никуда не... Нет, мы не сдадимся, и мы будем стоять, как прошлогодний снег, но он потом исчезает. Тут можно подлый вопрос задать. Он исчезает. Каждому, сколько у вас детей, и про гниение тут вообще рассуждать нечего. Просто самым здоровым нашим людям просто задать этот вопрос, и всё, и станет понятно. Причём не мужчинам, а женщинам задавай вопрос, потому что количество детей исчисляется не на мужика. Мужики тебе расскажут, что они там, это самое, нашалили. А я в своё время... Нашалили. Ого, да я не знаю, сколько у меня... Я слышала такие, да. Не знаю, может, там ещё где-то есть. Да, кто сказал, разве не Арафат сказал, что... Ясер Арафат, да. Ясер Арафат сказал, что самое страшное оружие арабов, это матка арабок. Матка арабок. Матка арабской женщины. Матка арабской женщины. Вот самое страшное оружие арабов, сказал Арафат. И что? Пожалуйста, матка в действии. В движении. вам пофиг а 6 баллов 6 баллов опять центр с третьего транспорта кольца на 12 часов по циферблату вообще адок там на несколько аварий но 3 транспорта уже плохое и дальше дальше спускаемся дальше тверская например к садовому очень плохо потом наконец это самое вот это семеновская и все это нет это не семянская я плохо знаю восток мне так стыдно и всякие остались и стыдно я надеюсь когда-нибудь вы а это академика сахарова сахарова не едет и маша порываева и тоже не едет маша маша порываева это же продолжение сахарова практически да тоже не едет и все что здесь комсомольская идет и краснопрудная не едет теперь я выучите название черт бы их задрал на востоке люди живут на востоке москвы как они не бегут оттуда там же страшно дешево 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 сердит сердитовато да накиньте им денег они с удовольствием приедут на завтра все на сокол до крылацкая крылацкая на сокол и так далее мучительно живут на этом востоке проклинает со временем ко всему привыкаешь уже не хочешь своей жизни к легомо району с кеменовская бауманская плохо площадь ильича боже милость такие парки маленькие симпатичные ресторанчики там если в гости туда выбирать очень страшно новости внимание внимание говорит москва 94 и 8 10 утра в москве с новостями в студии станислав соколов здравствуйте минэкономразвития не увидела возможностей для роста пенсии к 2035 году об этом говорится в целевом варианте макропрогноза составленного министерством как пишут ведомости документ предполагает в ближайшие 20 лет экономический рост россии до темпов выше среднемировых но при этом почти нулевое реальное повышение пенсии число пенсионеров к 35 году по мнению авторов документа сократится на 23 процента в сравнении с нынешним уровнем те же цифры фигурирует в динамике отношения пенсии к зарплате как подчеркивает издание от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выиграет но наоборот проиграет их доходы в сравнении с другими сильно сократятся призер ханского фестиваля удалил из соцсетей запись с критикой властей нальчика накануне кантемир балагов написал в фейсбуке и в инстаграме что из-за позиции властей города он запрещает показывать там свой фильм теснота сегодня эти сообщения оказались недоступны пост в фейсбуке кинорежиссера гласил дословно это мое решение оно окончательное мне очень жаль но воробить глухоту официальных представителей кабардино-балкарской республики невозможно конец цитаты по словам была балагова он устал выслушивать заявление что нальчик самый лучший и светлый город в россии далее еще одна цитата я жил в настоящем нальчике и этот город я люблю больше вас отметил режиссер фильм теснота получил в каннах приспи прессе действие картины происходит в нальчике в конце 90-х в центре сюжета история еврейской семьи из которой похитили молодого человека его невеста чтобы отдать выкуп семье приходится продать бизнес и обратиться за помощью к еврейской общине бывший советник трампа готов предоставить документы по делу о вмешательстве россии майкл флинн бывший консультантом президента сша по нацбезопасности согласился передать бумаги комитету по разведке сената соединенных штатов законодатели затребовали их в рамках расследования предполагаемого вмешательства москвы в президентские выборы по данным местных сми флин переда передаст документы касающиеся двух его компаний и некоторые личные бумаги роберт де нира назвал происходящее в сша тупой комедии об этом американский актер заявил во время выступления перед выпускниками брауновского университета как передает арти артист сказал что соединенные штаты сошли с ума далее цитата говоря кинотерминами когда вы начинали учебу страна была вдохновляющей духоподъемной драмой к вашему выпуску она превратилась в трагически тупую комедию отметил де нира заключение официальные курсы валют на сегодня доллар 56 52 евро 62 95 и о погоде по данным гисметио москве сейчас плюс 13 днем обещают до 18 и тепла станислав соколов говорит москва внимание говорит москва девяносто четыре и восемь это реклама вальдорадо скидки всегда появляются вовремя в этот раз на неделях samsung намек поняли делайте покупки и получаете скидки на технику samsung стиральная машина samsung с сотовым барабаном всего за 21 1499 рублей и скидка до 50 процентов по акции подробности в магазинах эльдорадо только по 21 июня эльдорадо качество по лучшей цене вместе с теплом приходит кино и тв 11 мая открываем сезон с онлайн кинотеатром мегого ищи нас московских парках приходи получи промо-код и смотри на свежем воздухе тысячи фильмов и более 200 телеканалов подробности на megogo.net категория 16 плюс телефон рекламной службы 7 3 7 8 7 4 7 код 4 9 5 радио говорит москва совместно с рус фондом собирает деньги на спасение 7-летнего марка попова из москвы у марка врожденный порог сердца у него дефект межпредсердной перегородки с 9 месяцев он находится под строгим наблюдением кардиологов которые ждали пока мальчик подрастет чтобы можно было сделать щадящую операцию не разрезая грудную клетку и вот недавно врачи сказали что откладывать операцию больше нельзя операцию выполнят бесплатно но оклюдер имплант которым закроют дефект родители должны оплатить сами а у них такой возможности нет для спасения марка попова необходимо собрать двести одну тысячу восемьсот десять рублей вы можете помочь марку сделав sms пожертвования отправьте слово дети на номер пять пять четыре два стоимость сообщения семьдесят пять рублей дополнительную информацию о рус фонде и детях которым нужна ваша помощь можно найти на сайте рус фонд точка ру девяносто четыре восемь слушать думать знать правильные глаголы говорит москва программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет а 10 часов 6 минут среда 31 мая Здравствуй, великий город Здравствуйте все Радио Говорит Москва Говорит Москва Анастасия Ироношка, ведущая программы. И Сергей Даренко, доброе утро. Если в Америке тупая комедия, то у нас сплошной бурный водевиль высказывается концептуально о жизни 54-й. Да, мы сгниваем жизнь постыла, как рабов нас жрут владыки, ломаем мы престолы, сбросив их. Хорошо. А архитектоник пишет нам стихотворение. Не оскорбляйте нашу площадь Ильича, если ничего про нее не знаете. Лучше приезжайте, посмотрите, говорит Надежда Шех. Надежда Шех, я ездила на площадь Ильича. Я ездила на площадь Ильича. Я ездила на рабочую улицу, которая подходит к Ильичу, там рядом. И там в ДДС. Помните, там дворец детского спорта, обязательно знаю. Но просто, если позволите, Надежда Шех, я выскажусь по поводу Востока Москвы. Он особенный. Вообще, вообще, Москва на Востоке больше Москва, чем Москва на Западе. Вот надо сказать, что русская цивилизация вообще прирастала охотнее. Сейчас я скажу про доллар, секундочку. Русская цивилизация, с моей точки зрения, вот я наблюдаю это поселом, поселом, как села густы и как села благостны, русская цивилизация росла на северо-восток и восток. Это связано, может быть, было с древней враждой Надежды Шех. Это связано, я объясню. Единственное княжество, если я правильно припоминаю, которое очень легко сдалось москвичам, московитам, было Ярославское. Ярославский князь очень легко сдал власть, очень легко. Ну, а, соответственно, мы были, так сказать, Владимирским княжеством, как вы помните. То есть мы Владимирское, и поэтому в сторону родного Владимира, родного, можно сказать, нашей матери городов московских Владимира, мы росли охотно. Владимирское всполье давало прекрасный урожай, это же удивительный микроклимат. И там прекрасные урожаи были, удивительные для этих широт, которые позволили московскому княжеству подняться, Владимирское аполье, аполье, Владимирское аполье, по-моему, называется. Потом Ярославль был дружественен к нам и легко сдал власть. А с других направлений, к сожалению, у нас были проблемы. У нас были проблемы, понимаешь? Например, с рязанцами мы воевали, с Рязанью. Вы? Мы воевали, мы московиты. Мы воевали с Рязанью. Я знаете, где была? Здравствуйте, ну извините, можно сказать? Я не знаю, где ты была, но на Куликовом поле мы воевали с Рязанью. Рязань была против нас. Москва, да. Москва стояла против... Мы-то все приезжаем. Объясните, Москва стояла против Рязани. Поэтому в сторону Рязани, в сторону Рязани, это были враги, понимаешь? Значит, в сторону Твери, ты знаешь, это были враги. Тверь враги. Мы на них натравили татар и вырезали всю Тверь. И ходили там по колено в крови татарские кони, которые вырезали тверичей по просьбе москвичей, московитов. Понимаешь? Значит, Тверь враги. В сторону Смоленска враги. Смоленска вообще польский город. Смоленска польский город. Это поляки. Странные чудовища и прочее. Мы их боимся. Вот. Украина, Калуга. Вот туда, в сторону Калуги. Там дикая степь. Там татары, которые приходили в 1382 году, по-моему, сожгли Москву очередной раз. Приходили татары с юга. На юг мы тоже боимся. Понимаешь? Калуга. Там могли хохлы прийти, которые ставили, массово ставили в начале 17 века. Я бы дам записи в церквях на Украине. Записи в церквях, как казаки возвращались, порубав здесь русских, значит, ставили свечи за убиение, за погубление душ православных. Они ставили там у себя на Украине свечи. За то, что они тут колесили и грабили, и убивали, присоединяясь к полякам в смутное время казачества. Казачество. Понимаешь? Страшные люди. Поэтому по-настоящему хорошими для нас, добрыми, такими светлыми и теплыми местами для московитов всегда было развитие в сторону Владимира, в сторону Владимира, нашего родного, любимого, значит, и в сторону Ярославля. И села густые туда, густо, много людей селилось, и села подряд идут. Много-много сел идет подряд, понимаешь? Поезжай на запад, и ты увидишь, как там редко села, редко люди селились, редкие города, маленькие, понимаешь? Там Вязьма, еще что-то. И потом сразу поляки. Вот я, извините, этот мой экскурс, Надежда, которая, действительно, действительно, восток Москвы больше Москва, чем Запад. Запад, он пустой, он никакой. Вот он не древний. Запад не древний. Запад, он, видно, что он голый и бесприютный. Но, может быть, поэтому он и удобнее. Теперь, Надежда, я вам продолжу. Почему он удобнее, Запад? Потому что есть возможность построить в 10 рядов шоссе, да, потому что туда-пять обратно. Потому что пустое место, это пустое место. Отсюда возможности какие-то для того, чтобы построить более широкие дороги и так далее. А восток, он какой-то такой особенный, действительно. Я унизился перед востоком достаточно, чтобы вы перестали меня грызть, черт бы вас задрал. Не хочу я жить на востоке Москвы. Там пахнет, не знаю, где там. Там пахнет аутентичностью, настоящей, истинной Москвою. Это правда. Это правда. Княжство Литовское, поляки, да, ну, не надо меня путать и вовлекать в большие исторические споры. Доллар, 56,66 доллар, 56,65 в эту секунду, пожалуйста. Значит, мы видим в общем диапазоне, мы его видели на 56,47, 56,41 в начале недели, сейчас 56,65 в общем рубль в диапазоне. 63,39 в свою очередь вернулся к силе евро. Видишь, 63,39. Да. Это значит, что он, скорее всего, за 1,12 шагнул. Сейчас мы дойдем до этого, секундочку. Потому что он был, помнишь, у нас во вторник был 62, там что-то такое-то. А сейчас, пожалуйста, 51,52, нефтица, нехороша, была 52 с лишним, 51,52. И 1,11,92, а около 1,12, видите, около 1,12. Я думал, что перешагнул 1,12, ну, хорошо. Значит, все равно сильный евро, и евро бьется об эту рамку. 56,66, еще раз, доллар, погнали дальше. Слушай, значит, я хочу по экономике немножко поговорить. Сколько россияне платят на оплату кризисного? Сегодня очень много публикаций. Пенсии не будут расти в ближайшие 20 лет. Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 22-м году. А когда, какой уровень признается кризисным? Это интересно. Можно я посмотрю эту публикацию? Это сегодня в «Ведомостях». Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 22-м году. Это через 5 лет. Сколько тебе будет через 5 лет? Не говори никому. Еще немного. Не говори. Я пришла, когда мне на пенсию. Понимаешь, что нет? Через 22. Понимаешь, что нет? Есть вещи, которые следует измерять со своей жизнью. Да. То, что через 5 лет вроде немного, но что такое через 5 лет? А с другой стороны, подумай, сколько тебе будет. И сразу подумай, что это существенно может быть другой возраст. То есть эти 5 лет, на самом деле, это и есть жизнь. Ну да. Жизнь не в точке «Б», жизнь по пути. Вот в чем дело. Минэкономразвитие рассчитывает на замораживание реального роста пенсии до 35-го года. То есть пенсии не будут расти реально, реально, реально покупательная способность. Сколько корней маниоки и всякого другого говнища вы можете в земле там выкопать на полках в Ашане или в области или еще чего-то. Понятно, да? Сколько вы можете добыть с палкой-копалкой там стоя. Оказывается, что до 2035 года, когда многие из вас уже умрут, пенсии не будут расти. Нет, не будут. Целевой вариант макропрогноза 2035, это как новое научное исследование, предполагающее повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Значит, смотрите, Россия будет расти выше среднемировых, а вы нет. Поняли? То есть ваши пути с Россией, товарищи, разойдутся. У России будет один путь, а у вас другой путь. У вас будет два разных пути. Понятно? Да. Как это мило. Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых. То есть занятых станет все больше. Занятых людей на работе будет все больше. А вам нет, вам это не грозит. Повышение инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста. До 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Следует из специальных прогнозов демографических параметров. Число пенсионеров к 35-му году, и не случайно, сократится на 23%. Вы сократитесь, пенсионеры. Я думаю, вы догадались за счет чего. В сравнении с 17-м годом вас станет меньше на 23%. Вообще даже вновь прибывшие, внимание, к вам же будут вновь прибывшие вливаться в пенсионерские массы. Но вас все равно будет меньше. Пионеры, пенсионеры. Да. Однако повышение пенсионерского возраста сопровождается резким падением уровня пенсии. Их отношение к зарплате падает, по прогнозу, с 35% от зарплаты до 22% от зарплаты. Таким образом, от реализации плана повышения темпово-экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выиграет, но даже проиграет. Их доходы в сравнении с другими людьми сильно сокращаются. Двойное сокращение от коэффициента замещения и числа пенсионеров почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда. Тогда инвестиции смогут возрасти. То есть, ребят, вам надо честно и патриотично умереть. Ну да. А зачем вам много денег? Родину любишь? Люблю. Ну, тогда сам знаешь. А? Ну как вот, как вот, как вот. Ну вот так, Настя, ну что, ну как, вот так. Да разве кто-то из нас рассчитывает на пенсию? Не знаю. Потому что сдохнуть по дороге. Заживаю уже. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Сергей, Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Полковник, слушайте, у меня один только вопрос возникает в связи с этим. Ребят, а вы дустовых не пробовали? Пенсионеров? Ну да. Нет, ну понимаешь, они как честные люди должны понимать, собственно говоря. Ну да, конечно. То есть, я так полагаю, сначала повысить возраст, а потом, там, через какое-то время будет принят новый закон о том, что, например, сразу это привлекать к уголовной ответственности подлеца, посмевшего дожить до такого срока. Да. И определять, куда там хорошие места. Вы, кстати, обратили внимание, Сергей, вы обратили внимание, что если раньше они принимали какие-то законы, ну, совершенно дурацкие, да? Да. То есть, сейчас они начинают принимать законы, которые, как бы, ну, позволяют что-то вот такое. Ну, полковник. Ну, то есть, понятно, что вот это для пенсионных фондов, которым нужно пилить деньги с одной стороны, и для наших вот чиновников, которые деньги гонят за бугор. Я имею в виду... Ну, я имею в виду, что это для пенсионеров, которые... Ну, то есть, понимаете, вот, когда пенсионеры, когда пенсионеры, когда пенсионерам не будут повышать зарплату, а на 11 миллиардов покупают снова американские казначейки, то у меня встает вопрос, ребят, а вам кто дороже? Вы чью экономику спортируете? Ну, может быть, это не так, кстати, прямолинейно, может быть, если бы они не купили эти казначейки... А куда вы предлагаете деньги-то деть? Пенсионерам просто раздать, чтобы они их съели? Нет, боже, нет, нет, ни в коем случае. Ну, смотрите, Кудрин прямо сказал, у нас разворуют. Да. Ну, ребят, пусть лучше разворуют у нас половину, да, ну, да, но вторая половина будет на экономику работать. Ну, кредиты увеличьте и снизьте процентную ставку. Ну, а у нас не работает же экономика, у нас низкая производительность труда, нет производств, ничего нет. У нас процентная ставка запретительная. Мне присылают смс-ку, уважаемый полковник, вам одобрен кредит 25,6%. Я не торгую наркотиками, я даже проститутцию не организовываю, чтобы вот... Это на бизнес вам на какой-то одобрили, да? На бизнес, на бизнес. Ну, просто так предлагают, вот не хотите ли... Нет, это потребительские кредиты, но это разные вещи. Ну, ладно, ладно, а на бизнес он такой же. Ну, примерно, да. И плюс еще отказ. Примерно, примерно. То есть не может наше предприятие соревноваться с западным предприятием, у которого кредит под 2-3%, допустим, да? 2-3, да, 2-3. И нашего, у которого 20-30%. Да, а если у вас репутация насильника и убийцы, то вам дадут... У меня нет. Нет, 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 если у вас репутация насильника и убийцы, то вы легко возьмете под 3%, наверное, нет, под 3,5%, под 3,5%, под 3,5%, дорогой кредит. В день. Дорогой кредит. Нет, 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 в год. А, ну это да, это да. На Западе. Сергей, тут вопрос, а сколько я должен буду откатить? Нет, на Западе, на Западе. Если у вас малообеспеченные кредиты и так далее. Слушайте, ну правда, ну давайте так, до 35-го года, короче, нужно решить проблему пенсионеров, которые тормозят развитие страны. Я правильно понимаю или нет? Алло, здрасте. Да, здрасте. Да, здрасте, здрасте. Ну я не знаю, чем они тормозят. Тормозят, не тормозят, потому что бюджет напряженно выплачивает им пенсии, а пенсионного фонда не хватает, бюджет каждый год. Тут я считал просто, да, если при средней зарплате москвича взять 40 тысяч в месяц зарплату, да, то они государству отдают практически там 15 миллионов налогов просто. Соответственно, государство им 15 миллионов за весь их пенсионный период не выплачивает. Ну да, но это же было когда-то, понимаете, это как сказка, сказка старых времен. Это что-то было, там не выплачивает государство, ну и что? Нет, ну не выплачивает, по какой причине? По, допустим, взять тот же пенсию моей матери, да, 10 тысяч рублей в месяц. Да. Чтобы они 15 миллионов назад вернули, якобы уже себе в ущерб, да? Да. То есть, соответственно, это сколько моей матери надо прожить? Я понимаю, я понимаю. То есть обман, обман даже так. Ну и на этот обман денег тоже не хватает. Ну и на этот, и можно прокредит, Сергей, да, прошу вас, прошу вас. Я, ну, занимаюсь сельским хозяйством, поэтому я называю себя директор селхоза, да? Да. И вот просто сельхозбанк, который якобы обязан нам помогать сельхозпроизводителем. Да. Он предлагает по 21% сейчас кредит. 21%? Да, это еще по государственной программе. Это абсурдно. Спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо. Значит, что же, пенсионеры, ну вот, послушайте, доходы россиян вернутся к докризисному уровню в 22-му году, пенсии никогда. То есть до 35-го года пенсии будут только падать по покупательной способности. До 35-го года. Ну а там что-то будет, мы не знаем, понятно, да? Да, да. А? Что-то будет? И возникает очередной вопрос. В 36-м году у нас выборы президента в 36-м. Да. Это я бы считал не до 35-го, а до 36-го. Выборы президента в 36-м. Поэтому в Собяне... В 18-м, в 24-м, в 30-м, в 36-м. Очень правильно сказал, что только москвичи будут покупать квартиры в новых соседних домах, если получится эта вся история, да? Да, совершенно верно. И почему? Потому что они будут это задавать приезжим, и это будет их пенсия. На самом деле, я думаю, что замысел в том числе такой, избежать вот этого, ну, этой глобальной катастрофы. То есть только квартира, которая... Почему квартира как инвестиция рассматривается многими? Потому что это адекватный большой доход на еду в месяц. Ну, любая квартира, даже самая маленькая, даст вам сумму годную для еды. Страна хочет развиваться. Но пенсионеры не позволяют. Пенсионеры не позволяют развиваться в стране. Понимаете? Они слишком высокие ставки по кредитам просят, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Сергей Настя, у меня я готов. Да, здравствуйте. Ну, честно говоря, от этих цифр просто волосы на голове встают. Потому что, ну, у меня, например, маме, да, там, на пенсию вышло, там, чуть больше 10 лет. Получается, что она, ну, по сути, обречена до конца своих дней. Ну, просто жить, знаете, там, личное существование. Унизительно. Жить унизительно. Да. Плюс, сам понимаю, что я тоже, там, кажется, 5 лет. Действительно, а что там 5 лет? Это как человек прожить. То есть, получается, только через 5 лет я смогу как-то там, более-менее начать жить. То есть, ну, я не знаю, это практически, говорит, как-то такие вот обучивают сроки. Ну, это просто, ну, я не знаю. Я просто нет слов, честно. Спасибо. Предлагаю платить пенсию только одиноким пенсионерам. Почему-то лакшин. Не знаю, что это за измышления какие-то. Дети должны содержать родителей в этом смысле. Чтобы они совсем не померли, так будет нехорошо. Вы не в теме, Сергей, Сергей, вы не в теме. Пенсию платит не государство, она идет с наших отчислений. Сергей, так не хватает отчислений. Вы, наверное, не в курсе. Каждый год правительство из бюджета пополняет пенсионный фонд, который не хватает, не хватает, значит, пенсионного фонда. Его не хватает уже сегодня. И эта доля, которая пополняет бюджет, она нарастает с каждым годом. А с каждым годом все существеннее. Я просто не в курсе. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Хотел сказать, что, конечно, ужасающая картина по этому вопросу. Я как бы отслеживаю последние несколько лет это все. Но хочу сказать, что наглость, это уже предел наглости, я не знаю. Только, наверное, можно я напомню вам фразу Гайдара. 1992 год. Не все сумеют приспособиться. Ну, естественно. Егор, тем более что, не все сумеют приспособиться. Ну, все. Еще очень интересно. Игрев сказал, что нам не нужны умные люди, нам же люди с навыками, которые имеют болты и крутить. Ну, им много не надо. Да. Еще разрешите, как бы, сказать такую вещь. Вот сейчас потихонечку, потихонечку я чувствую, как бы, народное возмущение. Оно растет. Я не про революцию, а про то, что все пытаются как-то активироваться. Я, в том числе, я чувствую, как отватка от тепла тойдет. Дать вот от себя что-то такое, чтобы страна, как бы, всколыхнулась. Мне кажется, сейчас настал решающий момент, чтобы как-то все это объединение прошло. Потому что... Думаю, что нет. Думаю, что ничего не будет. Не будет. Но для меня вот сейчас встает на повестку дня простой вопрос. Вот как бы, есть телевизор, а есть холодильник. Я, когда холодильник открываю, там все меньше и меньше. А по телевизору говорят, что мы все лучше и лучше. У меня встает вопрос. Но так дальше нельзя. Ну, как-то есть противоречия. Но, поймите, ничего не будет, потому что мы не способны к рефлексе. Мы, дойдя от холодильника к телевизору, вот за эти несколько секунд мы теряем это ощущение. И уже не способны. Огромное сообщение Сергей Матвеев прислал. Огромное, с процентами и так далее. Сергей Матвеев, расшите его просто, прочитаю, но не в эфире. Потому что это какое-то гигантское сообщение. У нас реально идет застой. Застой, ну застой, да, застой, конечно, застой. Ну и что? Хорошо. 7373948. Другой раз и порадуешься, что застой. Как справедливо сказал президент. Помнишь про зебру? Анекдот про зебру. Который рассказал президент в 15-м году в декабре. Не помнишь? В 14-м декабре, в 14-м декабре, в году 14-м. Президент выступал и сообщил, что кризис на 2 года, на 2 года. И также в 14-м году в декабре президент сообщил, что добывать нефть дешевле, чем по 80 долларов за баррель, невыгодно. В том числе, в том числе, никакой стране, вообще никакой стране, дешевле 80 долларов, невыгодно. Да-да, я помню. Не получится просто, не получится. То есть 80 получится, а 70 не получится. Вот. Значит, сегодня мы видели 51, 52, да? Вот. Хорошо. А потом мы увидели же 28 еще. Был делать. Был же 28, нет? В истории человечества были еще и ниже. В декабре, в декабре, в декабре 15-го было 28 или в январе 16-го, 28. Значит, я помню, хорошо. Теперь слушай. А президент в 15-м году, когда его спросили, жизнь как зебра, вот сейчас какая полоса, белая или черная? А он говорит, это анекдот про зебру, он рассказал. Говорит, встречаются двое и говорит, так ты же сказал, жизнь как зебра, та была черная полоса, а теперь где же белая? А он говорит, так та была белая. Та, что была черная, она белая. Ха-ха-ха. Здесь анекдот, ты угадал, ты угадал, где смеяться. Понятно? Это когда Гайдар сказал, не все сумеют приспособиться, но не все, какие-то сумеют, а кого-то не сумеют. Те, кто не сумеют, ну это как сказать, ну они не сумели, ну что теперь делать? Это такая вот биология, это биологическая наука. А если они не сумели, ну они умерли, наверное, умерли, помучились чуть-чуть, конечно. А потом, ну умерли, а что ж, не сумели, хотели, но не сумели. Так и тут, понимаешь? Так и тут ситуация, ситуация такая, страна должна развиваться, да. Пенсии не хотят развиваться, да. Денег на пенсию нет, ну нет их, ну нет и все, нет, ку-ку. Не будет, но это послание нам сейчас, хорошо, что предупредили. Сколько лет, а когда у тебя пенсия, ты когда-то выйдешь на пенсию? Я вот считала сегодня. Да. Через два года после 35-го я выйду на пенсию, что ли. Это мне личное послание. И ты хлебнешь счастье, она хлебнет счастье. Мы все хлебнем несчастье, а ножечка выйдет, когда пенсия уже сразу станет королевской. Правильно? Наоборот. Молодец, новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 10.30 в Москве с новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 80. Более 350 человек пострадало, сообщает Министерство здравоохранения Афганистана. Сегодня утром в посольском квартале неподалеку от дворца президента страны на воздух взлетела заминированная автоцистерна для перевозки воды. Во многих зданиях выбило двери и окна. Серьезно пострадало посольство Германии. Небольшие повреждения получило здание дипмиссии Индии. Телеканал NHK сообщил, что ранены два сотрудника посольства Японии. Ответственность за инцидент никто на себя не взял. Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет по объектам исламского государства в Сирии. Фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» произвели из Средиземного моря четыре запуска ракет «Калибр» по району Пальмиры. Все заданные цели поражены, подчеркнули в министерстве. Там также добавили, что субмарина выполнила ракетные пуски из подводного положения. Лайнер «Вимавиа» вылетел из Екатеринбурга в Турцию. После 16-часовой задержки самолет направляется в Даламан, сообщается на онлайн-табло аэропорта Кольцова. Рейс 93.35 должен был вылететь накануне. В 7 часов вечера по местному времени задержка произошла из-за позднего прибытия борта. Консул России в Мехико сообщил о госпитализации блогера Алексея Макеева. Гражданин России, получивший в Мексике политическое убежище, обвиняемый в предумышленном убийстве, находится в больнице из-за боли в ноге. Как передает ТАСС со ссылкой на дипломата Дмитрия Балбота, ожидается, что завтра мужчину вернут обратно в Центр социальной реабилитации, где он пробудет все время следствия. Макееву предъявили обвинение в предумышленном убийстве по итогам инцидента возле его дома в Канкуне. Толпа местных жителей собралась там, чтобы линчевать скандально известного блогера за его видеоролики, в которых он оскорбляет мексиканцев. В ходе конфликта Макеев несколько раз ударил ножом одного из линчевателей, тот впоследствии скончался. Сам гражданин России был жестоко избит, ведется следствие. Марат Хуснулин не исключил строительство домов выше 20 этажей по программе реновации. По словам заммэра столицы, в некоторых районах властям придется пойти на такой шаг. При этом, как передает РИА Новости, чиновник сказал, что где-то удастся уложиться в 10-12 этажей, а местами и в 5-6. Далее цитата, в каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход, подчеркнул Хуснулин. Он объяснил, что в некоторых местах придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы. В начале мая власти Москвы опубликовали список из 4,5 тысяч домов для голосования о включении их в программу реновации. Заключение официальной курсы валют на сегодня доллар 56,52 евро 62,95. О погоде, по данным ГИСМЕТИО, в Москве сейчас 14 градусов, днем обещают до плюс 18. Станислав Соколов, Говорит Москва. В Альдорадо скидки всегда появляются вовремя, в этот раз на неделях Самсунг. Намек поняли? Делайте покупки и получайте скидки на технику Самсунг. Смарт-телевизор Самсунг всего за 27 999 рублей и скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах Альдорадо только по 21 июня. Альдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Гудошника. Гудошкин, вот и Гудошкин. Молодой. Сиди, работай в Москве. Все, поши. У меня есть практика в этом плане. Посидеть нормально, потрещать. Гудошкин, ты нужен, ты в Москве нужен, ты молодец. Чего вообще такое творится? Программа Алексея Гудошникова. По будням с 6 до 8 вечера. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Ведущий программы Кирилл Калистратов. Каждое воскресенье после 12 часов. Врачи и пациенты. Право знать. Говорит Москва. Набиулина. Набиулина очень сведущий человек. Мне кажется, действительно очень умный по-настоящему. С огромным уважением отношусь к ней. Она глава Банка России Эльвира Набиулина. Период бурного роста... Я продолжаю вот эту тему экономическую. Можно еще? Конечно. Период бурного роста спроса на сырье, за счет которого экономика России получала валюту и обеспечивала себе потребительский стиль жизни. Я хотел подчеркнуть это, люди. Вы вот послушайте про себя. Послушайте про себя. Стиль жизни ваш был потребительский. Жизнь у вас была потребительская. Понятно? Просто, чтобы вы знали. А я думал, вы думали, что вы геройски живете, в служении в каком-то. Вы потребительски жили, потребительски. Стыдно вам? Стыдно. Стыдно. Значит, вот это уже потребительский стиль обеспечить уже нельзя. Подошел к концу потребительский стиль. А теперь какой будет стиль? Какой бывает еще? Даже не знаю. Потребительский, а какой еще бывает? Какой антоним потребительскому? Нищебровский. Аскезов. Аскезов. Теперь будет жизнь аскетическая, правильно? Да. Или какая? Нищебровский. Я не знаю. Подошел к концу потребительский стиль жизни. Об этом, как передает РИА Новости, в интервью журналу Петербургского международного экономического форума рассказала глава Банка России. Значит, форум открывается 1 июня. То есть она возвещает это для своей статьи. Общие темпы роста мировой экономики замедляются. Это в мире все время плохо. В мире плохо, поэтому мы как? Мы же в мире. Явных локомотивов, которые бы предъявляли повышенный спрос на традиционные товары российского экспорта, нефть, газ и металлы, просто нет. Напомнила Набиулина. То есть у нас есть нефть, газ и металлы, как вы помните, мы великая энергетическая держава. Уже последние, сейчас я припомню, 11 лет. И при этом это нафиг никому не нужно. Оно есть, но не нужно. При этом предложение энергетических товаров увеличилось. Развелась. Это Набиулина, я цитирую эту умнейшую женщину. Развелась добыча сланцевой нефти и газа. Наблюдается глобальный переизбыток мощностей в металлургии. То есть и металлы нафиг никому не нужны. И нефть и газ не нужны нафиг никому. Очень интересно. И на 8% только что, я видел, ТАС, ТОЛЕ, РИА, РИА, по-моему. Значит, на 8% упала чистая прибыль по итогам года в этом самом, в Газпроме. А, видишь, почему? И теперь становится сразу понятно, почему у них возросли выплаты членам советов директоров. Этот самый, серьезно же, серьезно же выплаты возросли членам советов директоров, руководству. И понятно, почему. Потому что капиталовложения сократились на 14%, чистая прибыль сократилась на 8%. Капитальные вложения в первом квартале сократились до 226 миллиардов рублей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а может быть, могло быть еще хуже. А сильно-сильно-сильно все падает, поэтому надо немедленно рекордные выплаты сделать членам советов директоров. Мне кажется, это очень правильное решение. Очень правильное. И главное, своевременное. Так, секундочку. Рост цен на сырьевых рынках. Долгое время поддерживался политикой мировых центробанков, напомнила Набиулина. Однако ФРС США уже закрыла программу количественного смягчения, а европейский центробанк может то же самое сделать в ближайшие годы. В результате сырьевым рынкам грозит волатильность. То есть все будет нас болтать, как, простите, что? Как болтать, как челн. Челн. Челн, да. Как трусы-ветреницы. Ты не помнишь, что это послушается? Я помню уже, мы все знаем, даже, я думаю, по-испански все слушатели могут уже ее повторить. Ажда паривай паваху, кому эль кальшон де пута. Вот как будут летать цены на сырьевых рынках. Им грозит волатильность. А они будут ходить вверх и вниз, как трусы-ветреницы. И в этих условиях внутренние резервы роста в России тоже крайне ограничены. Мы не будем расти, в частности, потому что у нас низкая безработица, а это препятствует росту. У нас ресурсов незадельственных, трудовых нет. Все заняты. Это очень плохо. Уже, да. Да. Загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму, наоборот. То есть все станки работают и безработных нет. Поэтому развиваться нам некуда. Вот и все. Объемы не нефтегазов. Внимание. Но мы имеем не нефтегазовый экспорт. Нет, не нефтегазовый. Они упали за 16-й год на 10%. То есть у нас есть не нефтегазовые секторы, которые для нас надежда. И они, соответственно, падают. И стали минимальными за 7 лет. То есть не нефтегазовые, если взять 7 лет последние, они сейчас самые плохие за 7 лет. А именно. Мы же с вами строим не нефтегазовую экономику. И вот за 7 лет мы достигли каких достижений? Вот каких. Мы достигли самых низких результатов за 7 лет. В первом карте. Ну и так далее. То есть Набиуллина бьет по голове без пощады. Она взяла такую доску или молоток какой-то и лупит нас по башке. Ну обидно, Вань. Обидно, ей-богу. Скажи, ну правда. Настенька, обидно, Настенька. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Алло, здравствуйте, Сергей. Это Максим. Добрый день. Вы понимаете, когда мы говорим с вами, что у нас есть газ и нет, я точно знаю, что у меня газа и нефти нет. Нет. А у кого-то, вот кто-то сидит сейчас и думает, у меня есть нефть и газ. Просто понимаете, наступает какое-то время, когда люди наедаются. Да. И, собственно, они уже, и потребности замедляются. Поэтому вот у тех, кто говорит, что там половина народа вымлетит, он точно знает, что это будет, потому что он знает, что ему хватит, и он уже народ заботься не собирается. Не знаю. Это когда водитель закрывает перед бабкой дверь, автобус, и думать не успела. Да. Спасибо. Не знаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Да. Это Олег. Олег, я слышу вас. Я думаю, что нужно нам перенести столицу на Восток. Вы же говорите, Восток это благополучие и так далее. Да. Обязательно перенести туда? Я всегда думал, что юг. Может быть, не юг, может быть, юг, я говорил благополучие. Нет, нет, нет. На Восток Новосибирск туда 4 часа лету. 4 часа. И все. Ахабаровск 4 часа. И все. И чиновникам сказали, чтобы добирались пешком. Чиновников оставить здесь, набрать новых. Нет, пусть пешком идут. Которые придут. Нет, 18 лет уже почти в власти. Надо менять команду. Водителя поменять. Ой, ой, ой. Пошли аллюзии. 7373948. Нам сразу страшно. Нам стало страшно. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да, слушаю вас. Сергей, если немножко вернуться к теме, которая получалась в прошлом. Да. Ну, связать их. Вот вы про пенсию говорили. Ну, вы же прекрасно знаете, вы человек уже взрослый. Нет. Если пенсии даже отменят завтра. Да. Ничего у нас лучше в сторону. Как говорят предыдущие звонящие, с этой командой не изменится. Согласны. Можно будет программу перевооружения армии выполнить. Ну, не изменится с этой командой, не изменится. Человек прав. Эта команда уже исчерпала за 18 лет свои ресурсы. И вот к этой теме насчет, ну, то, что говорила Набиулина. Набиулина, в принципе, говорила все правильно. Большинство людей в нашей стране действительно не понимают, что они жили потребительски. Это тоже с другой стороны. Вы понимаете, в каких ножницах мы находимся? А сейчас заживем по-новому. По-новому заживем. Аскетически. А как вы себя готовите? Вот как вы будете готовить себя? Да я-то, может, не готовлю. Я не живу потребительски, по большому счету. Но я, в принципе, знаю, что очень многие, скажем так, соседи... Ну, какой у вас резерв надежности? Вот какая у вас подушка? Где у вас есть какие-то закрома, что-то есть? Вот как вы будете? Сергей, понимаете, в чем дело? Я живу с земли. Ну, как? Ну, вот расскажите чуть-чуть. Ну, расскажите чуть-чуть. Ну, условно говоря, сельское хозяйство. Понимаете? Я могу в этом своем дремучем сельском хозяйстве прожить долго, так скажем. Ну, что значит, картошку вы сажаете свою? Сколько? Да не только, и животных тоже. У вас есть животных. Ну, скажи, на картошке вы один и ваша семья продержитесь? Я понимаю. Нет, нет, подкупать надо. Ну, вопрос. Ну, я тупо вопрос задаю. Продержитесь или вам надо подкупать что-то? Подкупать надо. Естественно, надо. Да. Да, потому что это даже гектара, если вы займетесь чуть-чуть подробнее сельскохозяйством, вы поймете, что с гектара семья прокормиться не сможет. Даже в хороших условиях. Не говоря уже про дальневосточное. Да. Вот. Это понятно все. Но, ну, просто дело в том, что я хотя бы понимаю, что я дурак, так сказать. А большинство людей не понимает вот этого даже. Вот в чем проблема. Это правда. Не то, что Набиулина раскрывает глаза, ну, слава богу. Но это не отменяет то, что я сказал в начале, что эта команда все равно не справится с теми задачами, которые стоят перед страной. Да. Да. Слушайте, у нас с вами на всю Россию двое дураков. А все остальные граждане великой страны. Это понимаете, в чем дело? С ними так просто не поговоришь. Они серьезные люди. А мы понимаем, что мы дураки. Вот в чем дело. Понимаешь, Настен? Я не знаю. У тебя есть запас. Вот скажем, ну, пожалуйста. Ты обрушилась. Ты обрушилась. Ну, все, потребительская жизнь закончилась. Например, да, да, да. Россия получала валюту, обеспечивала себе потребительский стиль жизни, говорит Набиулина. И это подошло к концу. Все. Потребительского стиля жизни не будет. Хватит и ртом, и жопой хватать. Хватит. Все. Наелись досыта. Хватит. Теперь праздник закончился. До свидания, товарищ. Значит, вопрос. А как? Вот у тебя есть какая-то схема? Твое предложение. Она, я не знаю, будет ли она работать. Да. В случае, если все дальше будет схлопываться. Например, мой рецепт, к которому я пришла, долго раздумывая, про квартиры, которые сдаешь и получаешь, например, пассивный доход таким образом. Маловато получается. Получится ли, да, потому что если цены будут падать, люди не будут ехать, и у них не будет денег платить за это. Когда был нефтегазовый сектор, я тебе просто расскажу про рынок жилья. Значит, ну, рынок жилья, buy to let, купи, чтобы сдавать. То, что ты честно рассказываешь. Значит, когда Россия была открыта Западу, и нефть перла как бешеная, ну, это назовем нулевые годы, сказать, там, самое счастливое, это с третьего по мае восьмого года. Ну, да, с третьего по седьмой, включительно. С третьего по седьмой, включительно. Было у нас пять лет счастливых лет. Пять счастливых лет было у меня. Значит, вот в это время квартиры класса такого высокого, 120 метров, на семью с двумя детьми, распределялись для менеджеров западных корпораций. Очень много было итальянцев, даже испанцы были. Абсолютно огромное количество было немцев, гигантское количество немцев, которые снимали здесь, в Москве. Значит, они снимали весь центр. Они снимали квартиры, я тебе сейчас скажу, по где-то восемь тысяч долларов, восемь тысяч, сто двадцать метров, я еще раз, сто двадцать метров. Значит, восемь тысяч долларов. Я видела это. Да, это было, это было в нулевые. Мои начальники так жили, иностранцы, когда я в компаниях работала. По восемь-десять тысяч долларов снимали квартиры иностранцы. Значит, это весь центр Москвы. Они разбирали? Ну, это сегмент, который недоступен в широкой массе. Дальше. Остальные сдавали однушку за тысячу долларов, ты понимаешь, да, там 30 тысяч, это было, тысяча долларов. Или более тысячи долларов, потому что 23 было доллара, там, довольно долго. Например, 23, 24 было долларов в 2008 году, как вы помните все. Вот, значит, и они снимали дороже, чем за тысячу долларов, однушку. Понимаешь? Двушка, соответственно, шла уже за полторы тысячи долларов и так далее. Понимаешь? Я говорю сейчас про доллары. Сейчас понятно, да, говна пирога, в хорошем смысле. Вы знаете, что я не ругаюсь, никогда не ругаюсь. Нет, Сергей, вы неправильно, у вас есть ошибка в рассуждениях, да, потому что то, что вы приводите в премьеры, это как раз не очень выгодный сегмент, потому что количество средств, которые вы потратите на приобретение этого жилья, там, вот это есть KPI, по-моему, называется, коэффициент, за сколько окупится вот при аренде. Он очень высокий, он невыгодный, там, 20-25-30 лет, потому что квартиры очень дорогие. Я говорю о самых выгодных с низким KPI, когда ты на выселках покупаешь, ну, у метро, например, там, в пятиэтажке. Митина, метро, не надо, пятиэтажка, зачем тебе пятиэтажка? Потому что она дешево стоит, вы же не собираетесь там жить. Митина у метро, не собираетесь, Митина у метро. Не нужна 16-этажная, это дороже будет. Да там нет пятиэтажек, просто объясняю, Митина построена была, когда уже не было пятиэтажек. А там стоит квартира меньше, чем то, что вы говорите, 120 метров в центре. Митиня, улица Митинская, дом 31, я тебе объясняю, ну, послушай меня сейчас внимательно. Вы покупаете и узнаете. Квартира стоила 200 тысяч долларов, 200, однушка, сейчас она стоит 100 тысяч, ровно в два раза дешевле. 100 тысяч долларов сейчас она стоит, понятно, ровно в два раза дешевле. Да, да, понятно. Соответственно, ты потерял, вот я купил квартиру, например, я купил квартиру, просто слушай меня, я купил квартиру в 14-м году, внимание, я купил квартиру в 14-м году, заплатил 200 тысяч долларов, долларов, и сдавал ее за тысячу. Сейчас, внимание, 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 мне не волнуют твои рубли, я тебе объясняю, твои рубли, своими рублями, я тебя отправлю, только в эфире я не могу таких слов говорить. Понятно, куда? Значит, товары стоят в долларах, а не в рублях, ясно? Да. Все, забудь. Не забудь про рубли. Поэтому покупать надо вообще не здесь. Забудь про рубли сразу. Не в Москве. Значит, я купил за 200 тысяч, сдавал за тысячу. Дальше. У меня забрали 100 тысяч, 100 тысяч долларов минус. Мой доход какой? Минус 100 тысяч долларов. Дальше. Я стал сдавать ее за 500. Но не за 500, потому что за 500 не найдешь. Хорошо, я сдаю за 700. За 700. Какие 500? Извини, за 400. За 400. За 500 уже не найдешь. За 400 я сдаю. Да. Правильно? Долларов. Например. Да. Значит, у меня минус 100 тысяч сразу доход. Минус 100 тысяч. Да. И доход ежемесячный минус, соответственно, 600 долларов. Правильно? Вы все сравниваете с прошлыми временами. Я сравниваю в долларах цены. Мне не волнует в прошлые времена. Поэтому умные люди, на самом деле очень умные выпускники Физма, там наши ровесники, мои ровесники, они считают, что надо учиться разбираться в фондовом рынке и в торговле акциями и заниматься этим. Но это один из самых, говорят, вот, доход. Но это как работа все равно. То есть ты получается, что уже когда основная карьера заканчивается, то есть это тоже... Ты сидишь и посвящаешь этому время. Следишь там за этими всеми делами. Как пау. Но это умные. Как пау. Да. Это умные. А для таких, как я, которые там невозможно и не смогут... Она на себя наговаривает. Да, нет. Способы попроще. Дальше, как вы рассуждаете, ты прыгаешь мыслями в Европу и понимаешь, что, например, курортная недвижимость в Европе, сейчас, например, в депрессии находится, допустим, Греция, Португалия, Испания, да, в экономической. Там недвижимость стоит недорого. Там распродажи эти банки устраивают после их кризисов и так далее. И всегда будет северная Европа сытая. Ну, такое рассуждение бытовое. Ехать за солнцем всегда найдутся какие-нибудь норвежцы, которые запакуют целые минивены, всю семью поедут и захотят снять у вас эту квартиру или этот дом. И, соответственно, коммерческую недвижимость. Коммерческую можно прямо здесь покупать, она намного выгоднее жилой в целом. Вы знаете, что она приносит? Я не знаю. Раза в три больше, ну, в два точно раза в доход. В городе даже. Но если мы выходим выйти из рублей, то надо, значит, покупать там. Но там мы тоже не знаем, что будет. Пока нам надо привыкать. Надо привыкать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушай. Да, Сергей, доброе утро. Здравствуйте, да. Как вы? По поводу... Придумайте для нас, да. Да. По поводу вот того, что вас обсуждали. Да. Значит, на самом деле, это модель потребительского существования, когда купить квартиру, сдать ее и сидеть на рантье. Да. Дети, денежки идут. Да. Я хочу вам что рассказать. Я вот бизнесом занимаюсь. Сейчас, как бы, начинаю строительство завода в Московской области, в свободной экономической зоне. Да. Значит, без взяток, без ничего. Вот, конечно, сложная ситуация. Фонд развития промышленности. Я по поводу денег, куда... Почему наши деньги уходят откудренно на запад? Да. По его, как бы, теории. Значит, фонд развития промышленности. Льготные кредиты для развития промышленности завалены заявками. Люди хотят развивать промышленность, экономику, строить заводы новые. Да. В фонде нет денег, понимаете? В этом фонде нет денег. Вот такая ситуация. Деньги размещены на западе под какие-то там... Я понимаю. Ну, слушай, ну, давайте... Вот, знаете, у меня какое... Есть у меня предложение. Вы же деловой человек. Да. И предположим... А я, например, не деловой, но практический. Давайте говорить не о том, что должно. А давайте так. Мы с вами играем в игру. В этой игре... Это игра. Мы как будто рыбки, мы с вами. И нас из одной... Сеточкой быстро из одного аквариума в другой бросают. И мы там должны быстро смекнуть, как чё... Чё к чему? И выиграть. Ну, то есть остаться в живых. Остаться в живых. Вот нас с вами... Как вас зовут? Сергей. Сергей. Вот нас с Сергеем поймали с очком, пересадили в другой аквариум. Значит, всё, Сергей, спина к спине, быстро надо сообразить. Где мы? Правильно? Где мы? Как тут работает? Мы не должны говорить, по что барин там обидел, по что боярин. Вот если бы. Структура экономики, если бы. Вот это всё... Вот это... Все эти разговоры... Все эти разговоры для нас пустые с вами. Наша цель... Наша цель выжить. Нормально, значит, обеспечить потомство. Нормально. Комфортно сидеть нога на ногу с Дайкири там или с чем, с Мохито на берегу океана. Вот наша цель. Не рассуждать, хорошие, плохие депутаты. Пошли они все куда подальше. Правильно? Вот вы говорите, нет денег, есть денег. Кудрин. Давайте так. Вы конкретно. Вы можете выжить здесь или нет? Я да. Ну вот. Ну всё, и вы можете. А дальше вот это Кудрин, то это не наше умодело. Со мной выживает моя компания, мои соратники, мои работники получают зарплату белую. Никому не плачу взяток и так далее. Конкретно. Вот это конкретно. Вот это спасибо. Спасибо. Спасибо вам за это уже. Спасибо. Натуральное хозяйство вести и зелень прикупить. Вот это так тяжело. А если у вас не родится что-нибудь? Если бы... Нет, что же меня. Я заострюсь всё-таки на этом внимательно. Если всё время говорить о том, что если бы... Ну вот Сергей конкретный человек. Сергей конкретный человек. И он конкретно работает. Большинство населения рассказывает, что если бы, тогда бы они бы. Но не надо ни к чему рассказывать. Просто работайте. Попробуйте просто работать. Это вас развлечёт. 73-73-94-8. Я взрослый. Или... Да. Нужно конкретно. Конкретика, да. Здрасте. Ну, если конкретика, то я покупал недвижимость коммерческих Хорватии и знаю экономику этого вопроса. Да. На месте. Сначала замечание такое. По последним исследованиям вся российская зона и вложение в неё от малорисковых, а следственно маломаржинальных до высокомаржинальных и высокорисковых вложений все нуждаются в диверсификации. Да. То есть нет таких вложений, которые бы не требовали выведения средств в иную юрисдикцию. Ага. Ага. То есть неважно, в государственные ценные бумаги вы вкладываете или играете на бирже, короткие сделки быстрые, рисковые проводите. Всё это находится в недопустимой зоне риска. Вам из каждого миллиона надо, там, грубо говоря, 20% выводить в иную юрисдикцию и там вкладывать уже в их уровень рисков. Ага. Ага. Вот если интересно про недвижимость в Хорватии, надо понимать, что это низкомаржинальный бизнес. Он крайне стабильный, потому что вы всегда будете при выполнении определенных раз, два, три, там, пять, шестнадцать условий, всегда будете в зоне от 14 до 18% доходности. То есть если меньше 14, значит вы где-то лажаете. Можно, можно, можно дурацкий вопрос, но это же очень много. Да. Это очень много. Но это прелесть еще не только в этом. Вы можете зарабатывать деньги на основе чистого владения. То есть вы не являетесь квалифицированным инвестором, знатоком технологии, не обладаете связями на рынке, не обладаете, там, денежной подушкой для постоянных инвестиций, пополнения оборотных средств. Командой, командой бухгалтеров, ничего такого. А команда бухгалтеров на месте. Вы, когда будете общаться, там, с судебным переводчиком, с которого, там, начинаются все сделки, да, вы сразу выйдете на бухгалтерскую фирму, которая обеспечит вам правила трех хорватов и будет вести бухгалтерию, а ошибки в бухгалтерии, там, недопустимые. Это еврозона. Один раз запятнаешься и больше не встанешь. Но в чем прелесть? В том, что ты, когда покупаешь недвижимость, даже на местных ресурсах, там, ну, надо знать, где там продают, у тебя сразу внизу идут предложения банков. То есть ты сразу получаешь инструменты финансирования. Это никто не покупает за кэш. Ну, или за, там, шаровый платеж. Почему? Не поняла. Почему? Шаровый платеж – это одномоментные взаиморасчеты, там, в полной сумме. Что-то не выгодно. Не выгодно и странно. Да. Сразу попадаешь на мониторинг, и сразу начинается вопрос, откуда у вас это все и вообще. Ну, это уже странно, что человек вываливает свои деньги. Да, странно. Да, жилой сектор на волатильности живет. И проблема в том, что у нас никто не доедает, там, половой орган без соли, извините за специальный термин, из владельцев. И все, в общем, так, готовые ждать дурачка, который заплатит много денег. То есть рынок не падает реально на глазах. Нет, падает. По обращению. То есть выставили за 100 тысяч, обратились, ну, ладно, 70. Ну, да, ну, да. Вот, по предложениям никто до 70 не падает. Волатильность высокая. Никто не помирает от голода, понимаете? Да, 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 да. Да, все сидят на своих пропуканных, как вы любите выражаться, диванах и... Нет, я так не говорю, никуда нет. Черногория упала в два раза с 2008 года, говорит вам Стас Солдатов. Но доходность стабильная. Доходность стабильная. Там немец, немец идет. Для немцев Черногория, как Крым для нас, понимаете? Их историческая вотчина. Я туда езжу каждый год. Минимум два раза. Я понимаю. Знаете, вот я когда слышу вас, ваш голос, ваши знания, ваш опыт, ваш оптимизм, ваше умение стоять двумя ногами на земле, я понимаю, какое же я говно. Слушайте, а вы меня как-то отличаете? Нет, не отличаю. Просто ваш голос сегодня, ваш голос сегодня, он полон жизненной силы, знания, уверенности в себе. И понятно, что мы с Аножкой полная... Хочется схватить вас в ладошку, и чтобы вы нас провели куда-то в Черногорию. Плохое? Уже само по себе плохое. А зачем усугублять это личными страданиями? Да, это похоже. Она уже состоялась. Все, тебе уже плохо. Зачем это еще изнутри подогревать, этот кастерок? Какой ужас. Какой ужас. Наоборот, заниматься делом, и все. Успехов вам. Поехали в движение. Подъем в движении. Наножка, нам не стать такими. Нам не стать. А я попробую. Мы тупенькие. Так вот, нам звонить потом из Черногории. Да? И говорить. Нет, нет, ну нужен, конечно, бизнес-тренер. Москва, ребят, Москва чудесный город, который нельзя заезжать в центр. Вот вам просто скажу. Сегодня, ну еще даже третье транспортное кольцо еще выглядит еще кое-как. А вот уже внутри Садового, Садовая, Бульварная, и все, что есть, Киманка, и здесь все. Абсолютно кощунственно набережная. Абсолютно кощунственно ужасная. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 31 мая. Подъем. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. 11 часов в Москве с новостями. В студии Станислав Соколов. Здравствуйте. Граждан России нет среди убитых и пострадавших при взрыве в Кабуле. Об этом заявила официальная представитель МИДа Мария Захарова. Она сказала, что посольство из...